так давайте начнем у нас сегодня встреча по запустили до прямую трассацию у нас сегодня встреча по жк еврика по данному комплексу душа по данному комплексу у нас больше всего вопросов я благодарен тем кто пришел сегодня на встречу к сожалению честно говоря ожидалось что людей будет больше скажу честно вот тем не менее я думаю сегодня получится у нас как-то пообщаться ответить друг другу на вопросы позадавать вопросы ответить на них подумать вместе куда мы пришли по жк еврика и как нам выходить из этой ситуации если очень вкратце на сегодняшний день вы прекрасно знаете что мы имеем ситуацию с остановленным меморандумом вы прекрасно знаете что так случилось именно по причине не подписания эврикой графиков строительства то что у нас было предусмотрено меморандумом и прекрасно знаете что невзирая на то что большинство проголосовало за подписание графиков они не были подписаны так получилось сейчас всего 23 будинка в евреции 21 будинок были проданы квартиры давайте мы блок питания-відповедь краще потім секундочку давайте так блок питания-відповедь мы потім почнемо вы не кричите не нервуете не нервуете у нас 50 у нас 55% 55% инвесторов жк еврики дали свою згоду на подписание графики вам про це відомо я думаю якщо невідомо я вам поведомляю и 45% дійсно проголосовали против но беда в том что ну вот так то что тут будет как вас звать как вас звать Иван Васильевич супер Иван Васильевич не измените профессию Иван Васильевич смотрите у нас основное сколько % людей подписано а не сколько будинка ты понимаешь так 55% нас подписано подписано 45% не подписано ну звісно знаю звісно знаю ну это не мое значение там по кулькости будинка потому что она так вирішила рахувати давайте продовжимо а потім по питанням відповідям краще вже значить 10 числа меморандум було зупинено 10 серпня і з 10 серпня відповідальність рішенням від 10 серпня з 16 серпня відповідальність за долю жк еврика повністю в руках в нас людмила Шевченка представника жк еврика з 16 серпня мала бути організована охорона жк еврика з 16 серпня мало бути озвучено цією группою осіб і в першу чергу людмила шевченка мала бути озвучена альтернативу тому шляху який було запропоновано по меморандуму мало бути озвучено певно забудовників які мають добудувати жк еврика на сьогоднішній день в нас 25 серпня і станом на 25 серпня можу вам доповісти що охорони на жк еврика немає прямо звідси ви можете поїхати туди пересвідчитись на сьогодні там залишився один охоронець один наголошую на весь жк еврика який не здійснює патрулювання не здійснює охорону жк еврика ви можете поїхати знов таки в цьому пересвідчитись охорона не організована з охороною повна біда і кожен день зараз відбувається розкрадання в нас житлового комплексу еврика стосовно забудовників так само нічого не озвучено на сьогоднішній день немає жодних відомостей від паралельної групи немає жодних відомостей від людмила шевченка про наявність певної альтернативи до будови жк еврика тобто робимо висновок що це був простий примітивний шантаж намагання шантажу столиці груп і дирекції жодних конкретних планів за цим точно не стояло це ми зараз бачимо як зараз виходить з цієї ситуації ну скажімо так обирали представником жк еврика Людмилу шевченка інвестора жк еврика бачення активу бачення моє там особисте да що зараз саме інвестора жк еврика мають ініціювати подальший хід ситуації розвиток ситуації яка склалася без бачення спільного інвесторів жк еврика як це має відбуватися ситуацію не можна зрушити сто відсотків не може актив просто взяти там і без підтримки інвесторів зняти Людмилу шевченка підписати графіки чи щось інше інвестори жк еврика самі інвестори мають проявити волю мають проявити бажання зробити це інвесторами було організовано збір підписів за відставку Людмила шевченка об'єднаний актив на прихання інвесторів взявся за організацію цього процесу зараз масовий відбувається збір підписів на трьох локаціях щоденно тому ви можете долучитися і це саме той на сьогодні шлях який в якому інвестори можуть взяти участь для того щоб ситуація якимось чином вирішилася ну і знов таки мені здається з 10 числа Людмила шевченка ні разу чи не виходила в публічний простір не виходив ніхто з тих хто намагався заблокувати підписання графіків і меморандуму а це на мою думку є трошки неправильно тому що якщо було взята відповідальність за не підписання графіків то мав бути якийсь конкретний план і мало би бути якесь бачення подальших дій це те що в неї питали на засіданні в на засіданні дирекції питало КМДА представники КМДА бо що вони були досить здивовані тим що інвестори свідомо йдуть на зупинку меморандуму і їм самим було цікаво а як по-дальшому всі бачать ситуацію відповіді вони тоді не отримали також і КМДА сподівались що їм буде надана відповідь там на протязі тижня хто цей новий забудовник хто готовий зайти взяти відповідальність покрити дефіцит 2 мільярди гривень по евреці і добудувати ЖК еврека за три роки ніхто відповідь так і не отримав ні ми ні КМДА ну ніхто не отримав ми на сьогодні маємо от таку ситуацію позиція активу наступна що ми 29 травня починали всі разом всіма трьома ЖК починали цей протест і усіма трьома ЖК маємо його позитивно закінчити результативно закінчити значить що ми точно не відмовляємось від руху разом з ЖК еврека ми не допускаємо того варіанту що ЖК еврека буде якимось чином від'єднана відведена там в бік виведена із меморандуму і так далі ми не хочемо допускати цього варіанту категорично але якщо ситуація буде розвиватись так як вона розвивається сьогодні коли більша частина евреки яка проголосувала за графіка займає пасивну позицію скажімо безтурботну якусь позицію і абсолютно все одно от всім абсолютно все одно грабується еврека нехай грабується там десятки мільйонів гривень виноситься та хай хоть на сотні мільйонів гривень виноситься от сьогодні виглядає саме так ніхто там не запитує а що далі який забудовник ніхто не запитує де охорона на жаль на превеликий жаль і якщо така позиція буде і в подальшому зайнято то ну я як представник патріотики можу вам сказати що настрої на патріотиці наступні що ми не розуміємо чого патріотика стоїть і патріотика на озерах чому стоїть ну там проголосували більше ніж 90 відсотків за підписання графіків і ніби логічно було щоб патріотика рухалась ми зараз з активом намагаємось втримати ситуацію і намагаємось достукатись до інвесторів еврике що ну друзі давайте триматись всі разом нам треба підписати ці графіки і нам треба рухатись вперед більше того потім по тим шести будинкам які в нас виходять за чотирирічний графік добудови ми всі разом швидше зможемо сконсолідуватись і досягти додаткового державного фінансування досягти того що набагато швидше будуть добудовані ці будинки ніж сьогодні це передбачено графіками але це все можна разом тільки досягти що? давайте щас, давайте щас, если можна, давайте я закончу, а ви зададите вопрос ви будете перві, хто задаст вопрос, в чому проблема? в чому проблема? ви зададите вопрос, давайте все спокійні бути, я вас прошу пожалуйста, давайте только между собою не ругаться давайте сбавимо емоції на емоції время есть, все равно меморандум уже не действует на все уже время есть, не переживайте у нас нет времени, нам надо на другую квартиру заработиться мне кажется, что у Эврики времени много, судя по тому, что происходит в чатах к сожалению поэтому на сегодняшний день, смотрите, ситуация следующая либо я там от актива говорю, что мы готовы и мы протягиваем руку помощи точно так же и дирекция элементарная элементарная я вам план уже десять раз озвучивал подписываются, еще раз озвучиваю подписываются графики те, которые есть начинается строительство у нас появляется гораздо больше аргументов в диалоге с государством тем же получается государственный кредит у нас есть под это ресурсы, у нас есть под это заделы и графики будут сокращены их невозможно сократить в том состоянии, в котором мы сегодня находимся когда мы не можем даже ввести готовые дома в эксплуатацию с чем нам прийти к государству у государства в первую очередь тоже возникает вопрос а каким образом вы будете покрывать дефицит каким образом вы будете рассчитываться по тем кредитным средствам, которые вы возьмете логичный вопрос, правда же? а нам нечего сказать строительство на патриотике на озерах не начато строительство на патриотике на озерах не начато поступление десяти процентов не начато и мы не можем сейчас показать реальный поток денег не можем показать сейчас движение этих денег и не можем показать способность отдавать эти средства государству к сожалению для этого нужно подписать графики и начать ехать Назовите программу, которая предусмотрена кредитованием государством неизвестно кого. Назовите, что это за программа кредитованием государства? Государственным бюджетом на 2021 год, я 10 раз тоже рассказывал, предусмотрено выделение 20 миллиардов гривен через ОВГЗ на финансирование уставного капитала украинской финансовой житловой компании, УФЖК. Более того, секундочку, если можно закончу, спасибо. Более того, 5 миллиардов гривен выделено на Министерство внутренних дел, на покупку жилья. Мы действительно, секундочку, спасибо, мы действительно имеем ограничения в виде специальных подзаконных нормативно-правовых актов, а именно постановлений Кабмина, где предусмотрена этапность жилья, на которой могут выкупать это жилье, по, например, МВД и так далее. И мы действительно на сегодня не имеем порядка Кабинета Министров Украины по поводу кредитования с этих 20 миллиардов гривен через УФЖК, потому что она только создана. Она только создана. Вот и все. Всем участникам АТО, переселенцам и сотрудникам МВД была дата введена постанова Кабмина, согласно которой деньги выделяются только на введенное в эксплуатацию жилье. Я с вами согласен. Эта постанова не новая, а я же с вами не спорю. Как вас зовут, скажите? Как вас зовут? А, Ирина, Ирина, а я же за вас рад. Я же рад за вас. Ирина, нет, давайте не спорить. Давайте не спорить. Ирина, Ирина, извините, Ирина, извините, что я вас не узнал. Прошу прощения. Просто приходится общаться с многими людьми. Извините, я вас не узнал. Так вот, Ирина, я рад, что у вас тоже есть юридическое образование Я с вами абсолютно не спорю по поводу того, что на сегодняшний день есть ограничения Это то, о чем я говорил 2 минуты назад Если бы вы не искали повода сейчас каким-то образом меня на чем-то подловить У вас не получится, вряд ли Потому что план у меня есть, а у вас его нет Вот в этом разница наша Поэтому я с вами не спорю На сегодняшний день порядок именно такой Именно поэтому мы, дирекции, наработали новый порядок Я не знаю, читали вы его или нет проект Наработали этот новый порядок Он был представлен на заседании рабочей группы Именно его мы предлагаем сейчас через Министерство финансов Через Кабинет министров принять Для того, чтобы была возможность выкупа квадратных метров Но мы говорим сейчас не только о выкупе квадратных метров Мы говорим и о кредитовании А теперь возвращаясь к прошлой теме На сегодняшний день мы ни о чем не говорим Я вас расстрою, но на сегодняшний день могу с 90% уверенности утверждать Что если ситуация пойдет дальше так То лично вы и около 6000 инвесторов Эврики никогда не получат квартиру Я могу вам... Смотрите, 7,5 лет по 19-му... Сейчас, давайте не это самое, не надо ругаться 7,5 лет по 19-му дому не равно никогда Ну, вы должны это понимать, что 7,5 лет с возможностью ускорить этот срок Это... Скажите, а кто вам сказал, что увеличится? Ну, есть же понятный... Ну, все, что начинается С фразой слушайте Дальше имеет под собой Наверное, вот какие-то личные суждения Давайте разговаривать не личными суждениями А какими-то конкретными вещами Ладно, давайте не превращать сейчас все в балаган Не превращать в балаган Да, это будет правильно Давайте так Давайте так Давайте так Наверное, будет правильно сейчас все перевести в режим Пожалуйста Давайте Давайте все по одному разговаривать Пожалуйста Спасибо Так вот Давайте сейчас построим порядок нашего общения следующим образом Кто хочет сказать? Есть вот еще один микрофон Берите микрофон Скажите, с какого вы дома? Все могут высказать мнение Вопрос Встреча будет в таком свободном формате, наверное, построена Если у кого-то есть какие-то предложения Все, что я хотел сказать Это по-прежнему Рука помощи от актива есть По-прежнему мы готовы Идти единым фронтом И на это нацелены, настроены Но мы не можем это делать Если Есть противодействие со стороны инвесторов и так далее Точно так же и дирекция Точно так же и столица групп И я уверен все Насильно, мил не будешь Поэтому Если кому-то кажется, что его может достроить университет Или кто-то может еще достроить за три года С покрытием дефицита в 2 миллиарда гривен Непонятно с каких источников Хорошо Окей, это будет эксперимент Это будет, наверное, самый дорогой эксперимент в истории первичного жилья Строительства Но Если большинство считает так Окей Есть запасной вариант Вы все о нем знаете Отцепляется ЖК Эврика Вносится изменение в меморандум И дальше По меморандуму идет у нас 2 ЖК вперед Эврика у нас достраивается за три года Вместе там с Людмилой Шевченко С представителем ЖК Всем привет Алло Всем привет Инвестор 31 дома Арсений по Эврике Мы тут собрались, потому что Графики не подписаны И, соответственно, основная причина Ближе, ближе подойдите Алло Не ловит Раз-раз Раз-раз Суть такая, что часть домов Эврики попала, так сказать, в дальний хвост И по многим домам там 8-9 лет Поэтому причина, что мы не подписали графики Соответственно Какая-то часть домов имеет профицит И это возникает диссонация определенная У меня, получается, следующий вопрос есть Если у нас есть дома, которые попали в дальний хвост Они имеют какой-то профицит Почему они в самом хвосте Например, мой 31 дом Он должен был сдаться в 20-м году Я посмотрел какой-то аналогичный дом на патриотике Он должен был сдать в 19-м году То есть мой дом сдается там ближе к 30-м По патриотике он сдается там в 25-м Как бы у нас есть разница в 4 года Хотя как бы изначальные графики, которые были аркады Разница там год или там 11 месяцев Такой момент Но если учитывая как бы даже текущие графики и все такое У меня есть остальное предложение или вариант Чтобы мы рассмотрели как-то конструктивные какие-то моменты Возможно, их уже рассматривали, но в публичной плоскости я их не увидел Какой момент? У нас есть столица групп, которая сейчас подписала Ну, планировала подписать меморандум Столица групп имеет технологию строения монолитно-каркасных домов В мой дом и серия других домов имеют такую технологию строительства А в отличие от тех, которые есть на Эврике, которые панельные И панельные планируются там каскадом запускать И будет там какой-то процесс Имея понимание, что есть профицит Имея понимание, что СГ имеет технологию строительства Монолитно-каркасных домов Почему бы не запустить каких-то пару домов в стройку Там один на Патриотике, один на Эврике Дать какой-то толчок И тут же запустить эти профицитные дома С монолитно-каркасной историей Для технологии есть, для того, чтобы это строить Таким образом убрать эту историю С точки зрения того, что длинный хвост у нас Сильно длинный, мы его обрезаем И закрываем многие моменты Плюс эти дома у нас фасадные идут Они ближе к проспекту Они являются типа маркетинговой витриной Которая будет привлекать какие-то инвесторов И так далее, и так далее В принципе, то, что делала Аркада до последнего дня Она строила 31-й дом Потому что он ближе всего к метро Ближе к дороге И люди видели, что стройка идет, краны крутятся В принципе, вот у меня вот такой момент В принципе, этот вопрос уже, наверное, месяца 4 крутился в чатах Про монолитные дома Добрий вечер всем Меня зовут Виталина, кто не знает Я представник 27-го будинка ЖК Патріотика Но так как я аналізовала графики Я могу ответить вам на ваши вопросы Ну, по-перше, вы сказали Багато будинків Еврики Потрапили в чергу 8-ми роков Насправді, это не совсем Відповидаю дейсностям На Еврице 23 будинки И не больше всего Я хочу просто зауважити, что за период будинства патріотики 11 будинків дуются в тот же час 15 будинків Еврики З 23-х Это достаточно большая часть По-друге, хочу зазначити з приводу мереж Ви, мабуть, знаете Якщо ви дивились графики, ви бачили, скільки вони коштують За другим варіантом, на якому наполягала представник ЖК Еврики Людмила Шевченко Було створено графики, за якими відокремлено вартість мереж для ЖК Еврика На сьогоднішній день так склалося, на жаль, обставини, що паном Паливодою Константином Вітальовичем Не були завершені проєктувальні роботи по мережам ЖК Еврика Що вимагає досить великого капіталу Там більше 600 млн грн Будинки, які зараз знаходяться в графіках 8-9 рік Це будинки останньої черги, до яких мережі не доведені Як ви вважаєте, чи можна продавати новим покупцям майбутні квартири Знаючи, що мережі не будуть туди прокладені Знаючи те, що люди будуть чекати А якщо ви вважаєте, що можна це робити Тоді звідки взяти кошти на побудову проєктування мереж в розмірі 600 млн грн Смотрите, у нас є понимання, що 10% приходить Ну, якщо підписали меморандум, все сложилось 10% у нас якісь там по чуть-чуть будуть приходити і так далі, і так далі Соответственно, які деньги, які будуть, ми в принципі можемо отчасти інвестувати на строительство данных сетей Которих на текущий момент нет Часть домів, які щас строяться Которые люди вложились на текущий момент Они покупали без сетей Я вложився, сетей не було Другі доми теж Тому що така модель работала І якщо буде ця стройка, будуть ці профицитні гроші Уходити на строительство цих сетей Будуть уходити Часть цих средств 10% Тож на 30% Тому що, наверное, сети будуть таким образом устроитися, що Будуть йти там от більшої готовності к меншій Ну, я не знаю, я б так, наверное, делал, якщо інженером Але то таке Поэтому, я думаю, що відповідь на ваш вопрос У мене логічно сформувався Я хочу сказати Ви говорите, дом профицитний, так? Для того, щоб начать профицитний даже дом строить Надо що? Деньги Где їх взяти? Нет, давайте так, секундочку Где взять деньги для того, щоб строить профицитний дом? Пожалуйста, підписуйтесь Підписуйтесь, ви не прийдуєте Куда? Зачем це так? Говорить Я вонюю, я вонюю, я вонюю Я вонюю, я вонюю Ви сказали, що є дома з профицитом На сегодняшний день сетей нету Ми деньги заплатили Эти деньги були куда-то использованы Выведены незаконно, да, і так далі Але не по назначению Поэтому, если смотреть в целом на графики Нельзя сказати, що дом последній очереди, там, 31-й Можуть сегодня стартовати, продаватися, потому що, як сказала Інна, нужні на нього деньги Він не буде доведен до ума, поки не буде проложені сети, на які Квартиру в 31-м домі, поки не здадите все сети 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Очереди, ви не можете продавати квартиру і говорити, ви получите її через 8 років У вас ніхто цього не купить Дополнить немного Один момент был Ваш посел, в принципе, ну, как бы понятен Правда, он обсуждался, минимум 5 заседаний дирекции И набил уже оскомину Очень простая мысль Ваши дома, серия из 5 домов Генерируют чистый дефицит 300 млн грн Открою вам секрет Чистый дефицит по вашим домам 300 млн грн Несмотря на то, что если не учитываем сети, там около 200 млн профицита Действительно, так и есть Но, чтобы построить туда сети, как сказала правильно Витарина Нужно потратить деньги И, опять же, раскачать эти дома, как сказала Инна, тоже нужны деньги Так вот, если сложить все в целом И если мы берем идеальную картинку мира, когда эти дома будут проданы там Одномоментные, или там за полгода, например Мы имеем чистый дефицит 300 млн грн Огромная сумма Поэтому рассматривать Рассматривать один отдельно взятый дом Без увязки совсем ЖК Невозможно Поймите Яркий пример Дом номер 27 Выгнана коробка Все нормально Сетей туда нету В графике он стоит приблизительно, как ваш дом На год, если я не ошибаюсь, меньше Если я не ошибаюсь, 27 дом Так вот Даже с выгнанной коробкой Его невозможно достроить и сдать Потому что туда нельзя Подвести сети Понимаете? Это все кольцо Это огромные магистральные сети И внутриплощадочные, и внешнеплощадочные Огромная сумма Проблема именно в сетях Вот в этом как бы проблема Этот вопрос рассматривался, обсуждался Чтобы пустить вперед эти дома Но это будет проект под названием Пирамида Это то, что предлагалось Да, действительно Умышленно И дирекция сказала единолично Нет, мы на это не пойдем Потому что после того, как поставлю подпись Я там Поставит подпись Руководитель столицы Через год мы будем сидеть у следователя на допросах Ту-тфу А я бы этого не очень хотел бы, честно говоря А вы останетесь точно так же ждать квартиру Потому что достроить эти сети не за что Мы привлечем новые средства от новых инвесторов Новые инвесторы останутся без квартир Останутся Потому что мы не сможем выполнить перед ними обязательства Через год, через два Мы не сможем влить туда 600 миллионов гривен Построить все сети и выгнать эти дома Невозможно Поэтому вот так вот Спасибо, смотрите, один момент уточняю Например, у меня знакомые Секунду Я хочу сказать, что спасибо большое Вот мы здесь собрались Чтобы услышать ответы на волнующие вопросы Вы не стесняйтесь задавать, да? Ну допустим, да, это много раз обсуждался этот вопрос Но вот парень не до конца Вот поэтому задавайте вопросы Мы здесь собрались для того, чтобы получить на них ответы Хорошо, что вы задали Это, ну, как бы Можно я перезадам В 2020-му сдача? Володимир, квартира 266 в третьем будинку Я так могу сказать, если не что-то У меня в 2007-му сдача Разумеешь? Можно не трогать Ну, трогну следующее Ты понимаешь разницу? В 2020-м обещали и в 2007-м обещали Считать умеешь? Так, давайте без храмства, без это самое Я очень прошу Давайте без это самое Мене рассказывают вот тут ситуацию Что ему ждать, ему перенесли на год Я с 2007-го должен там жити Вопрос тодин, слушайте вопрос Якщо, значит, вопросы, тихо задаю вопросы Задать вопрос Не перекритивайте никто У меня заплачено 100% В 90% жильців цього будинку заплачено 100% Який дефицит мог вынуждать у нас, по нашему дому Я не говорю, мы ждемо уже, честным словом, 13-15 роков Когда уже должны заселиться Теперь мы приходим сюда, кидаем работу, летимом за 1000 км Чтобы послушать, что у него, видите, есть вопросы, которые решили дирекцию Треба слушать, кому не нравится чемодан, вокзал Давайте передавать эти дома Я еще раз У меня нет вопросов, потому что 17 лет Все вопросы, которые нужно было задать Я задавал тогда Все, дальше, говори Я хочу прокомментировать мужчину Получается, что он хочет донести то, что он гроши внес в 2007 году Почуйте его Он заплатил 100% Он по сегодняшний день не имеет квартиры И он его по сегодняшний день чекает Мы за два года Мы говорим, это мемо, не документ, меморандум Или еще что-нибудь, да? Получается, мы за два года Своими усилиями все разом Змогли подписать данный документ Зараз ни в Войцехиевских, ни в кого Ни в кого, ни в кого документу нема Это нужно понять С ними никто ничего на сегодняшний день не подпишет А сейчас мы имеем Еврика имеет этот документ Так как патриотика и патриотика на зерах Но так вот мы собралися Еврикой Мы сегодня имеем этот документ Підписанный 12 сторонами И мы сейчас Робим самим Соби Просто мы падаем на дно Таким, из которого мы не выберемся Вот человек Чекает с 2027 Войцеховские Чекают, может, так, как они Может, еще и больше И у них просвиту в цей ситуации Немае И поэтому, когда говорится про те Да, 8 лет это много Люди добрые Но надо понимать Что хоть они, эти годы, есть И есть план Так как мы все разом Мы один одного не кинем И есть план, как сделать так Чтобы все сроки Что? Скоротить Это нужно понимать Но когда Еврика Не маяча Иного плану Взагалі на сегодня Потому что Шевченко Не подписала графики Вона ушла З экрана Вона не говорит Про те Что дальше будет З Еврикой Яки забудовники Її будут Буду Буду На яких умовах Буду 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 Не Жодно Відповідь За 2 недели На ці питання Не має В неї Не має Підтвердження Тих 5 компаній Які мають Добудовувати ЖК Еврика Не одна компанія Офіційно Не Підтвердила Те Що коли Еврика Вийде З меморандуму Її буде Добудовувати Хоть одна компанія Немає Не публічно Ні одна компанія Ні Київгорстрой Ні Перфектгруп Ніхто не Підтвердив На своїй сторінці Фейсбуці Чи де Що вони готові Добудовувати Еврику Немає Немає Жодної Офіційної Відповіді На сьогодні Це треба Зрозуміти Якщо Еврика Виходить З меморандуму Які Подальші Дії Хто її буде Добудовувати Уважаємі друзі Уважаємі друзі Так Давайте Значит там всі успокоїмся Между собою Пожалуйста не спорю Очень вас прошу Между собою Давайте Щас секундочку Не задавайте вопрос Давайте всі успокоїмся Я вас прошу Ну Не надо спорити Зачем Давайте лучше в дискусії Нормально решим этот вопрос Снижаємо градус емоцій Емоцій Последнє время Хватало Вопроси надо решати Нормально Интелектуально И Каким то нормальным путем У мене точно Такой же вопрос Можно Сказати Я наверное Самый старший Среди вас Мне 75 лет Вот мы с Володей Вместе платили За эти квартиры В третьем доме В 2006 году И вот Галина Яковлівна Вот столько лет Мы ждем Мы боролись Мы сражались Мы были у президента Мы были у премьера Мы были у кого только не были Мы сражались Пытались достроить этот объект И наконец так получилось Что нам удалось Аркаду убедить И Аркада начал строить Дальше вы все знаете А теперь вопрос гамлетовский Быть или не быть Я могу вам сказать Что на сегодняшний день В Киеве Около 250 недостроев 250 недостроев И все они ищут Кто бы им это построил И нет инвесторов На сегодняшний день И нет компаний Которые взялись бы за это дело И сегодня вопрос только один Мы здесь собрались для чего Для того чтобы взять И проголосовать И сказать Из двух зол Мы выбираем меньшее Нужно проголосовать Сегодня за графики И начать строительство Чтобы фирма пришла И начала строительство Мы завязаны Мы завязаны друг другом Как сейчас сказали Так что мы с Галиной Яковлевной Пролезли все эти окопы И знаем как проложены кабели Как проложены трубы Как проложена канализация И поэтому я вам скажу Еще раз Сегодня мы должны принять решение Ну я скажу жестко Я человек военный Участник боевых действий Я скажу жестко Мы не должны стать Заложниками У госпожи Шевченко Я думаю что ее пора Переизбрать И подписать графики И начать работу По поводу студенника строительства У меня вопрос к активу Все замечательно Графики замечательные Вот как мужчина сказал Они в седьмом году вложились Аркада их начала строить И сказала Дафеншу Вот Третья и четвертая сеть Сети Очереди Это будет то же самое Первые дома построят Я очень рада за этих людей А нас могут построить Точно так же Как и их Только у них хотя бы дома построены А у нас нет Поэтому у меня вопрос к активу Смотрите Рассматривали вы варианты Привлечения денег Другим путем Не выкуп квадратных метров Не получение кредита Честно говоря я в этом А вы рассматривали Да Да Мы рассматривали Не знаю как все остальные А я рассматриваю Ребята А почему не Смотрите Так презентуйте А почему не предложить Столице групп Построить на месте Где должны быть гаражи Вот около первой Вот этой очереди Которая сдана Например Подобие Какого-то Торгово-развлекательного Центра Где те же Стоянки будут На цоколе В первом этаже Может это даст Какую-то сумму Для наших сетей Первое Второе Вы когда-нибудь ехали Спасников На сокарке Через мост И смотрите на правую сторону Вы видели Как близко К трассе Стоят двух Трехэтажные Вот такие Вот примыкающие Дома Торгово-развлекательные Всякие Торгово-офисные Центры Видели Правильно Мы все ездим С левого берега Согласны То почему У нас В наших монолитных Домах Первый Второй этаж Офисные Помещения Почему их не расширить Двадцать восьмой Тридцать первый дом Как у молодого человека Они стоят вот так То есть можно Вот Обратите внимание Как сейчас достраивают Тут и тут Сделать Двухэтажный Торгово Или офисный Центр Рассмотрите Вариант Со столицей Групп Как это сделать Тем более Обращаюсь Как раз К нашим Второй Нет Вы понимаете В чем дело Мы должны знать Что вы будете Я услышал Я услышал Ваше предложение Сделать офисы Торговые площади Откуда Ваше предложение Сейчас Секундочку Ваше предложение Откуда-то взять деньги Сейчас Секундочку Дайте 2 миллиарда ���нむ Способление У меня конкретное предложение Пускай Пусть Татьяна Даст нам 2 миллиарда гривен Мы отдадим Через восемь лет Честно Пусть Татьяна Даст нам 2 миллиарда гривен Подождите Пусть Татьяна Пусть Татьяна нам дадит 8 миллиардов гривен Вы согласны Татьяна, дайте мне 2 миллиарда гривен Мы достроимся быстрее Так вот Я попытался эмоционально зайти Точно так же, как вы Смотрите, ответ Ответ на ваш вопрос следующий Я вот даю в том же Извините за оценку В абсурдном стиле, в котором вы задавали Вот Извините за оценку Наверное, имею право Уже на данный момент Ситуация следующая На дирекциях обсуждался момент Изменения генплана застройки ЖК Эврика Действительно обсуждался Изменить каким-то образом Генплан невозможно Потому что плотность сейчас ЖК Эврика На максимуме Построить жилье невозможно Сейчас, я закончу Я уловил мысль вашу Жилье невозможно, потому что плотность На максимуме Мы не один раз это предлагали И не один раз это предметно обсуждалось Плотность действительно на максимуме Теперь по поводу коммерции Коммерция отдельно стоящая Не дает столько денег И паркинги не дают Большую прибыль На которую там можно рассчитывать В плане сокращения дефицита Все вот эти точечные изменения Возможно, они будут произведены Были бы Были бы произведены Извините Буду себя постоянно поправлять теперь Были бы произведены Возможно Но это нужно Вносить изменения В генплан застройки Что является достаточно Дорогостоящим И достаточно проблемным мероприятием Которое занимает время Возможно, это было бы произведено И не зря Поэтому первым пунктом в графиках Самая верхняя строка Первое правило Там написано Что данные графики Могут быть пересмотрены В случае привлечения дополнительных средств Какие дополнительные средства Там не конкретизировано Там действительно может быть За счет увеличения стоимости квадратного метра За счет изменения целевого назначения площадей За счет привлечения государственного финансирования За счет привлечения Что-что? Ну кто сказал, что не будет? Ну скажите Вот смотрите Мы стояли на этом же месте В прошлом году И нам рассказывали Да не будет ничего вообще Никаких застройщиков Управителей Ничего не Меморандум Помните, сколько нам рассказывали Сейчас Помните, сколько нам рассказывали Меморандум не будет подписан Помните? Нам рассказывали очень долго Меморандум подписан Кто-то извинился? Давайте все будем Пожалуйста Спасибо Меморандум подписан? Подписан Сколько нам рассказывали Вспомните В январе месяце сколько нервов было всем вынесено, когда рассказывали, что по ЖК Эврика не поменяют управитель. Искали уже такие там заговоры, что по патриотике поменяли, по Эврике не, хотят отцепить и так далее. У меня вопрос. На сегодняшний день поменяли? Поменяли. Вроде бы все хорошо. С чего взялась вот этот миф, что 100% государственного финансирования не будет? Да, оно не будет в той форме, в которой мы просим. Никто не даст нам 3,5 миллиарда под 2% и вот просто так. Вряд ли, вряд ли. Но у нас есть 700 миллионов профицита, 640 миллионов профицита. Это те деньги, на которые мы можем рассчитывать для покрытия... Пожалуйста, давайте будем сохранять спокойствие. Это те деньги, на которые мы можем рассчитывать для покрытия процентов по кредитам. Можем рассчитывать. Если нам надо ускорить всего-навсего 6 домов, 6 домов по ЖК Эврика, мы можем тогда взять объем средств, необходимый на ускорение этих 6 домов или сетей, что ускорит эти 6 домов автоматом, и рассчитывать на больше процентов, чем 2%. Можем. Но для этого надо графики подписать, начать строить и показать, что мы сможем вернуть кредит. Для этого надо показать, что мы сможем генерировать вот эти деньги по 300 или 400 миллионов в год для того, чтобы иметь возможность покрывать кредит. Нам нужно это показать. Сейчас что у нас есть? Да ничего, остановленный меморандум. Кто с нами будет вести переговоры? Кто с нами на сегодняшний день будет вести переговоры? На сегодняшний день мы очень рискованный заемщик. Очень рискованный заемщик. И не потому, что все рассказывают, что там якобы Аркада Будивнецто банкрот. Не банкрот. Не банкрот. Аркада Будивнецто может... Секундочку. Потому что денег у нее нету. Это не равноценно то, что банкрот. Денег нету. В фонде финансирования строительства нету денег. По закону про финансово-кредитные механизмы, деньги у застройщика появляются от кошелька, от управителя. Управителем был банк Аркада. Все. Аркады уже нету. Деньги с фонда не поступают. Им неоткуда взяться. Я вам больше скажу. Управителю неоткуда сейчас деньги взять. Потому что не производится переуступки, не производится та деятельность, которая может генерировать деньги управителю. Я вам сразу скажу, что по управителю у нас тоже столица групп поддерживала управителя финансово. В том числе. Это невидимые расходы, но они были. И это миллионы гривен. Если сложить все в целом. Поэтому по поводу того, что не будет кредитования, я с вами не согласен. По поводу возможности каким-то образом менять. Скажите, вы считаете правильным ситуацию сейчас? Начинать торговаться, сделать первые этажи не офисы, а чисто там коммерческие помещения. А все 39 домов стоят, ждут, пока мы пересогласуем проект. Пока мы там сможем где-то каким-то образом увеличить доходную часть на 30 миллионов гривен. Вы считаете это правильно? Я считаю, нет. Смотрите, важно понимать на сегодняшний день. Вы извините мою, наверное, эмоциональность где-то. Но опять же, я не зря сказал, что на сегодняшний день я, наверное, имею право. Потому что по-другому, наверное, у меня не получается достучаться к людям. По-другому я уже не могу объяснить степень катастрофы, в которой сегодня находится Эврика. И которую все люди поймут через месяц, как случится непоправимое. Когда инициируется процесс изменений в меморандум, через месяц все поймут, что остались без квартир. И тогда вы у меня спросите. Я в этом уверен. Вы в чатах будете писать. А почему же актив не предупреждал нас, что торг уже невозможен? Что начинается вывод Эврики из меморандума. Вы у актива будете спрашивать. Не у Шевченко пойдете спрашивать, а у актива. И поэтому сегодня актив вам говорит, что на сегодняшний день катастрофа. Вот и все. Поэтому... Либо когда-нибудь с ускорением. Да, либо когда-нибудь с ускорением. Конечно. Либо в обозримые сроки до 8 лет с ускорением. Это понятный путь. Он хоть есть. Его можно каким-то образом увидеть и понять. Добрый вечер всем. Меня зовут Катя, 19-дон инвестор. Ну и по совместительству представитель пока что дома. Хотела бы спросить. Есть кроме актива кто-то здесь из представителей? Эврики, Эврики. Представители дома? А у меня такой вопрос. Ребята, вы состоите в рабочей... Вы состоите в рабочей группе Эврики? Там, где которая Люда есть в этой группе? Нет? Вы состоите. То есть я, получается, один нейтральный человек, который находится здесь сейчас... А, есть. Вы видели, я задавала сегодня вопрос по поводу охраны. Видели? Меня никто не поддержал. 8.24... Я хочу обратиться ко всем инвесторам Эврики. Я сегодня задала вопрос. 8.24 утра. Вопрос относительно организации всех представителей, относительно охраны и какой-то разработать план, выработать стратегию. Не знаю, что это, но потому что ситуация с охраной у нас... Ее просто нет. Может, многие видели мое видео, потому что мне передают, что во всех недобудовах оно ходит, где я первый человек, который сняла, что возле поста 19-го дома. Ну, никого нет. И мне никто сегодня, вот по сегодняшнее время, никто из представителей домов... 8 вечера. Никто из представителей домов не поддержал мою просьбу 28-го числа встретиться, организоваться и как-то наладить систему. Шевченко все, что говорит, это... Мы не можем связаться с Аркадой Будемництва, чтобы заключить договор и так далее. Не вопрос, но у нас же есть другие возможности. Мы можем сделать патруль, мы можем... на машинах, мы можем сделать патруль пеший, включить, например, наших инвесторов, там, мужчин, женщин, все равно. Просто пройтись вместе с действующей охраной, которая у них есть, пройтись по тем... А мы просто вернемся в меморандум, и будет то, как было. Мы же не зря это... Я же не решаю это. Я здесь сейчас говорю про... Я в принципе принципиально не собираюсь платить вот этим вот... Сапогашникам, которые, извините меня, я всегда платил за охрану, за все. Давайте эти вопросы вы не ко мне, а если хотите, найдите Люду в чате и ей задавайте. Я сейчас говорю, как представитель дома, походу, один из 70 человек. Я просто обращаюсь к инвесторам всей Эврики. Штормите ваших представителей, они нихрена не делают. Ну, нашу стройку грабят. То есть реально вы можете сейчас прийти к посту 19-го дома, перелезть через забор и сделать селфи. Отправить это в Шевченко. И это нормально. И все сидят, и все молчат. Надо понимать, вот... Катерина говорит о том, что на сегодняшний день по Эврике там дефицит составляет 2 миллиарда, да? Я хочу сказать, что... Через месяц, через два, это может быть 2,5 миллиарда, может быть 3 миллиарда. Потому что, допустим, даже возле 16-го... Там на территории 15-го дома, да? Я не могу рассказывать, где что лежит, и какой кабель, и сколько он стоит, эти катушки, там три катушки и так далее. Потому что что, если это говорить, оно разнесется. Просто там на сотни миллионов находится материал. И говорить о том, что Эврика и так вот, дефицит по патриотике, 600 миллионов, задумайтесь. 800 миллионов, для того, чтобы застроить всю патриотику. У нас, на минуточку, 2 миллиарда. Так это еще при вот этой охране, это может быть 2,5-3 миллиарда. Мы просто себе роем такую вот яму долговую, да? Что это про... Эврика, охрана, это очень серьезно. И то, что, понятно, понимая людей, да, что они не хотят сдавать деньги на охрану, потому что охрана неорганизована, да? Вот люди сдают, кто-то же сдает все-таки, да? Но, тем не менее, охрана неорганизована. Она не смогла организовать эту охрану на сегодняшний день. Для того, должна была это сделать. По той причине, что ситуация вот такая. На ней ответственность. Она не подписала графики. Да, сдавать, допустим, вопрос тогда, хорошо, а сдаем на охрану, даже те люди, которые готовы будут сдать на охрану, у них возникает вопрос, сколько мы будем сдавать на охрану? Это будет... Шевченко, скажи, пожалуйста, сколько люди-эврики по времени будут сдавать на охрану? Это будет месяц, это будет два, это будет полгода, это будет год. Ты можешь сказать сроки сдачи на охрану инвесторам эврики их денег? Сколько они должны, какой период времени они должны сдавать на охрану? Есть ответ на вопрос? Кроме этого, ждем ответы на вопросы. Да, не хочу. Добрый вечер, меня зовут Михаил, я инвестор патриотики, может, кто-то видел несколько дней назад по охране эврики. Я могу лично подтвердить, что охраны нет на вашем ЖК, к сожалению. Такая была ситуация, что просто проезжал ночью рядом с вашим ЖК, решил проверить, есть она или нет. Можно видео найти там в чате в НБА, посмотреть, кому интересно. Охраны нет. Ни звонки, ни там постучать в ворота, никто не выходит, не подходит. Просто задумайтесь, если нет охраны, этот дефицит, вот как Инна сказал, он может вырасти. А если вырастет дефицит, эти графики, они могут стать еще больше. Почему вопросы Людмиле Шевченко никто не задает? Охрана не организована на данный момент времени. Потом, касательно, опять же таки, пять застройщиков. Людмила говорит, пять застройщиков за три года. Окей, ну как бы есть все шансы и все возможности объявить этих застройщиков. Она ничего вам не говорит. И вот как-то складывается ситуация, что люди, которые, ну как бы активные, это те, которые почему-то там, ну против, и их везде совершенно видно. А те, которые проголосовали за графики, они абсолютно свою позицию не проявляют. Уже инвесторы-патриотики, вот честно, я представитель дома в патриотике 34-го, задают вопросы, что мы делаем дальше, почему Эврика нас тормозит. Ну и настрой людей вот в патриотике, действительно, я вот подтверждаю слова Виталия. Люди говорят, как бы если Эврика не хочет, мы хотим двигаться вместе со столицей групп. И вот как бы если вы в ближайшее время действительно не определитесь и Людмилу и Шевченко не поменяете, ну может случиться уже просто непоправимое. И можно ходить и искать вот там некоторые люди, давайте давайте вырывать и вырывать я еще хочу два вопроса задать. Где-то две недели назад состоялась встреча представителей Эврики, где была Людмила Шевченко, было озвучено предложение, например, построить садик за счет города, за средства города. Город, ну это предложение, я его хочу озвучить, но ее поддержали. Город строит садик и проводит сети. Для нас это определено уменьшает дефицит. На встрече представителей домов было озвучено тоже, ну я озвучила вопрос, возможно ли построить такой садик за такие средства. Надо, было, нужно для этого специально подать заявление в КМДА, чтобы заложили в бюджет и так далее. Юрист, Виталий, помните, юрист столицы групп озвучил, что это в принципе возможно. Это первый вопрос. Второй вопрос, проводится ли управителем или проводились сверка договоров суммы квартир, сколько обносилось, сколько не уносилось, какая сумма была заложена и так далее. Продолжение к этому хочу спросить. Поднимался вопрос о том, что есть проблемы с продлением договора аренды этой земли, университет якобы не идет на контакт. Хотелось бы прокомментировать этот вопрос. И следующий, так как технического аудита нематериальный, никакого аудита не было, и мы конкретно не знаем, сколько необходимо будет денег на достройку наших домов третьей, четвертой очереди, плюс все расходы, которые сейчас идут на аренду тех же кранов, на аренду помещения, на содержание там охраны, дирекции, все остальное, они будут идти, счет этих 10%, которые будут идти от ПНО. Вот как мое впечатление, так что мы в результате третьей, четвертой очереди, мы останемся крайними, и даже если нас будут строить, мы окажемся перед вопросом, что вот ту досплату, которую должны будут осуществлять, будем осуществлять именно мы, потому что и стройматериалы дорожают, и все. Если все равно вопросы доплаты станет, так давайте мы уже тогда тот же кредит, уже неоднократно говорили, под гарантией кредит инвесторов, под какие-то доплаты, ну почему нужно, почему я должна платить под 200 тысяч за аренду, по 150 тысяч аренду в месяц в год, выплачивать кредит, и потом еще доплачивать за достройство этого дома, ну это просто, ну какие-то иезуитские условия, а наша очередь, мы третья, четвертая очередь, мы однозначно будем доплачивать, потому что за эти годы подорожают стройматериалы, услуги строителей, все остальное, и мы должны будем доплатить. А зачем это говорите? Давайте, давайте будем, так, давайте будем спокойны, все имеют право на свое мнение, это нормально, по очереди, садик, это предложение озвучивалось Людмилой Шевченко, ну вот такой инсайт немного, когда она была чуть-чуть в панике, 10 числа, во вторник, когда не подписала графики, сидел полный состав дирекции, и когда КМДА всячески спрашивала, а что дальше, что взамен? Она встречно КМДА сыпала вопросы и тогда озвучивала предложение построить нам садики. КМДА в недоумении спросила, каким образом это может сократить дефицит по вашему ЖК и поможет достроить жилье, на что ответа не последовало, не последовало. И я не понимаю сам, каким образом это поможет достроить жилье. Сети город строить не будет. Нет, забудьте, город не будет строить сети, подсадики. Это технические условия, выданные застройщику аркадо-будивництва, монополистами. И это обязательства застройщика аркадо-будивництва. Технические условия. Поэтому город не будет строить. Городу можно попросить построить садик, и то он, ну, поверьте, вряд ли. То есть можем подать обращение, могли, извините, могли бы подать обращение от дирекции. Вот. Но, ну, вот мы сейчас сталкивались с ситуацией по патриотике, когда это обсуждалось, продажи садика. Тогда администрация задумалась там над покупкой. Ничем это, в принципе, не закончилось, потому что у города нет денег. Вот, простое такое. Вместе с тем, можно было бы подать эту заявку по садику, но к ускорению строительства домов это не привело бы. Второй вопрос был по поводу... Да, Гранд Капитал этим занимался, и я думаю, занимается сейчас. Его работа не останавливается как раз. Суть заключается в том, что он сейчас выявляет полквартир, где были явно заниженные стоимости. Большинство, кстати, таких квартир по патриотике. Что с ними делать, они сейчас думают, потому что количество большое, надо по каждому идти, начинать судиться, расторгать договора, признать недействительными, и это, ну, достаточно большая юридическая работа будут делать. По поводу сверки, вы имеете в виду, нету ли там двойных, допустим, продаж, или... Это все планировалось сделать в процессе переподписания. Булатария сводилась, безусловно, им база 1С передана, им переданы все электронные базы и так далее. Но, чтобы сверить это с реальными делами доверителей, документальные, это планировалось делать уже в процессе переподписания дополнительных соглашений с доверителями. А этот процесс не был начат и не начнется вероятно либо никогда, либо в ближайшее время, я не знаю. Зависит от того, будут подписаны графики или нет. Они направили обращение на застройщика с просьбой дать сроки, но застройщик не может дать сроки, потому что застройщик ждет сроки от дирекции. Дирекция сроки не согласовала, вот так вот. Ирина задавала вопрос по поводу... Не хватит. Все, университет. Последняя встреча с университетом была 17 августа. Встреча прошла в двух словах очень хорошо. Университет настроен на диалог, несмотря на первую встречу. Честно говоря, она прошла не очень тогда, водная встреча. Вот. Сейчас абсолютно другое отношение. Во-первых, сразу было сказано, что общаться университет отныне будет исключительно с застройщиком, у кого договорные отношения с университетом, Аркада Будивництва. А так как 100% Аркада Будивництва 92%, Аркада Будивництва принадлежит дирекции, то таким представителем может быть дирекция. Соответственно, переговоры будут вести с дирекцией. Университета спросили, как он дальше настроен действовать по поводу всей этой земли, учитывая данные аудита, было озвучено следующее. Университет не будет устраивать инвестиционные конкурсы, университет не будет искать самостоятельно другого застройщика, университет, невзирая на то, и ему это, он считает это проблемой, университет, что он не является стороной меморандума, но даже учитывая, что он не является стороной меморандума, все равно я сейчас пытаюсь сформулировать в формате было бы, все равно продолжал бы диалог по продлению взаимоотношений с аркадо-будивництво и по достройке согласно меморандуму. Но опять же, университет тоже детально следит за ситуацией, и очень детально, поверьте, в курсе всех нюансов, поэтому, естественно, он уже знает, что меморандум остановлен, как это сейчас будет разворачиваться, не знаю, но то, что университет самостоятельно не сможет покрыть дефицит по ЖК Эврика и не будет искать самостоятельно другого застройщика, это было озвучено на встрече, это было озвучено на встрече, поэтому, если сейчас ситуация не двинется и Аркада Будемнецтва не инициирует переподписание договора, потому что, ну, меморандум утратил силу, взгляд университета будет такой, что все на стопе, пускай стоит еще там, сколько угодно, скорее всего, но если будем двигаться, то, честно говоря, есть понимание, что университет будет настроен нормально, и этот договор будет продлен. 18-го числа университету дирекция Аркада Будемнецтва передала ответ на их запрос по документам, передала аудит, который запрашивали, передала официально письмо графики на рассмотрение университета, проект графиков, точнее, и передала инвентаризиционной выставкой экспертного доследжения домов, где это доследжение проводилось специальным учреждением. Это все было передано университету 18-го еще числа в прошлую среду, получается. Поэтому вот по университету вот так вот. Относительно следующего вопроса, что на последний... Такого варианта, что они не продлят, ну, давайте так, между нами, ну, он не предполагается, потому что в таком случае университет должен будет взять на себя обязательства по достройке ЖК Эврика. Вот. А там 2 миллиарда дефицита, а покрывать их ниоткуда. И КМДА не выделит там нового застройщика или университету какую-то еще землю. И университет не будет застраивать сам, не будет подписывать прямые там с подрядчиками документы. Поэтому такого варианта не предполагается. Если бы у нас была сильная, скажем так, единая переговорная позиция, тогда это одно. Я умышленно, и актив умышленно, наверное, не выносили детали первой встречи с университетом. Потому что было пару моментов, которые не очень хорошо, чтобы происходили на переговорах. Когда приходит в университет от дирекции, от доверителей представитель ЖК Эврика и говорит, а ЖК Эврика против подписания графиков и достройки по меморандуму. Ну, это ж, наверное, неправильно с точки зрения вообще единой позиции, дирекции, когда она приходит. Ну, неправильно. Так не должно быть. Даже если кто-то из представителей считает иначе, чем вся дирекция, озвучивать это на внешний мир, это нехорошо на такого уровня переговора. Поэтому, конечно, тогда все пошло как бы вот-вот-вот-вот как-то так. Сейчас на встречу представитель ЖК Эврики даже не пришла, чему все были честно обескуражены. И ректор сразу спросил, хорошо, мы встретились по ЖК Эврика. А где представитель ЖК Эврика? А ее не было. При том, что встречу согласовали мы еще 3-го числа, время согласовали вместе с Людмилой Шевченко, она кивнула, мне это время подходит, 11 часов утра 17-го числа. Все пришли, почему-то представитель ЖК Эврики не пришла. Не знаю, у всех только вопрос. Относительно вопроса по поводу того, что 3-я, 4-я очередь рискует оказаться дефицитной. Нет, это не так за счет увеличения стоимости материалов. Не так, потому что у нас, за нами закреплено 10% площадей. Не денег, а площадей. Соответственно, если дорожает стройматериалы, дорожает у нас квадратный метр продажи, продает на Патрёчке на озерах, оно продается дороже, соответственно, мы получаем большее количество средств, и оно выравнивается, вот эта инфляция денежная. Поэтому у нас сейчас есть профицит 700 миллионов гривен по графикам заложен. Это профицит в самом конце. Поэтому вариант, при котором у нас окажется, что не хватит денег, не допускается. Вот. Вот как-то так. Я хочу еще по университету дополнить, потому что в чатах вбили в голову, что вот университет нас достроит и достроит за три года. Хочу обратиться к инвесторам. Университет бюджетная организация. Им выделяется бюджет на год, на зарплату, на коммуналку, на все расходы. Чисто на университет. Эти деньги, которые выделяются на хозяйственную деятельность университета, ни копейки не может быть потрачено на ЖК Эврика. Потому что иначе это будет уголовная ответственность ректора в первую очередь, как нецелевое использование бюджетных денег. Потому что даже 10 гривен из бюджета университета не могут пойти на ЖК Эврика. Это надо понять. Я для Ирины хотела еще дополнить, но я не вижу, она уже ушла. В меморандуме, сейчас я скажу, в меморандуме, Ирина, у нас предусмотрено, если возникает вдруг дефицит, то у нас есть право обращаться в КМДА, и КМДА обязаны предоставить дополнительно земельный участок для покрытия этого дефицита. Это положение у нас прописано в меморандуме. Мне не совсем было понятно, когда вы сказали 100 тысяч мы платим за аренду, еще за что-то, но сегодня уже никто ничего не платит. ну, тут мне кажется, уже не ответственность каждого из нас, потому что это уже индивидуальные условия у каждого инвестора. Как подписать новый меморандум? Сколько голосовища нужно, чтобы подписать меморандум? Как подписать для того, чтобы остаться в рамках меморандума, да, те инвесторы, которые пассивно думают, что вот, вместо них кто-то что-то решит. Поймите правильно, я обращаюсь с тем, кто смотрит и онлайн, и сейчас, не решит за вас никто, за вашу инвестицию, как вы несли самостоятельно деньги, приобретая квартиру, точно так же вы должны подать или же в электронной форме заявления за то, что вы хотите остаться в рамках меморандума, за то, что вы хотите подписать графики и за то, что вы за смену представителя, потому что Шевченко не подписала и не будет подписывать эти графики, только когда каждый из вас поставит свою подпись под этими письмами, которые были подготовлены, не полениться, тогда вопрос будет решаться, поймите правильно, эти документы, эти документы, эти... Сколько людей еще не подписало, сколько нужно еще под подписи? Есть под... Давайте так, давайте так, сейчас количество подписей озвучивать не будем, сразу говорю, не будем, не будем, ситуация, пока подписей, по моему мнению, по мнению актива, недостаточно, давайте собирать еще, их должно быть много, поймите, пока будет ситуация пассивности ЖК Эврика, их достаточно много, для того, чтобы утверждать, что это высокая степень недоверия по ЖК Эврика, но их должны быть несколько тысяч, для того, чтобы твердо понимать, что действительно это есть недоверие, поэтому призываем всех подписывать эти письма. На сегодняшний день Людмила Шевченко, я уверен, она это смотрит, начинает юлить, я думаю, вы все зайдете в чат и прочитаете, раз это уже так пошло, да, я там не люблю эти личные какие-то вещи раскрывать и так далее, но Дмитрий это все обнародовал уже в общем доступе, Дмитрий Кузен и к сожалению сегодня его здесь нету, вчера он перезвонил объединенному активу с предложением от Людмилы Шевченко, которая прямо сказала, что застройщиков у нее нету, вариантов никаких нету, охранять ЖК Аверика она не хочет, и нужно что-то думать, нужно что-то решать. Я сейчас обращаюсь к Людмиле Шевченко. Жаль, что вы выходите то через одного, то пытаетесь через Диму Кузенова выйти как-то еще. Есть вроде прямой контакт каждого из актива, есть прямой контакт мой, можно перезвонить и сказать свое мнение. Тем не менее, иного мнения, иной позиции она не услышит. Позиция актива следующая. Варианта два, либо она инициирует заседание дирекции, на которое она приходит и подписывает графики, исправляет ту ошибку, которую допустила, и выходит к людям и говорит, что месяц мы потеряли и несколько десятков минимум миллионов гривен по ЖК Эврика из-за этой ситуации и очень жаль, но она исправляет эту ошибку. Пускай созывает дирекцию, подписывает графики. Второй вариант, пускай созывает дирекцию, на которой подает заявление об уходе из дирекции свое. Перекладывание ответственности на кого-либо, если она собирается перекладывать ответственность и вот таким образом пытаться юлить, оно недопустимо, потому что то, что мы видим сейчас в чатах Эврики, когда, извините меня, 20 человек кошмарят ежедневно чаты, кошмарят, я не знаю, есть кто-то здесь с 19-го дома или нету, но тот отлично, но тот трэш, который происходит, извините, в 19-м доме, у меня вызывает уже не злость, а это уже, наверное, какое-то другое чувство, я даже не знаю, с каким ощущением оно ограничит, я сегодня потратил специально несколько часов для того, чтобы вклиниться как-то в беседу, но я вижу, что на самом деле вот инвесторы 19-го дома Эврики, те, кто там поддерживает, много приходят, кстати, подписывать письма по 19-му дома Эврики, много, и много говорят, что не заходят в чат специально, и вы увидите потом, я не блефую сейчас, нет, вы увидите потом по подписным листам, по статистике, вы увидите, что 19-й дом Эврики много подписывает письмо за графики и за отставку Людмилы Шевченко, но когда они приходят подписывать письма, они говорят следующее, заходить в ту мусорку, это не уважать себя просто, заходить и спорить, просто не уважать себя, а формируется мнение, что, понимаете, обратное, там с утра до ночи сидит один, два, три человека, которые без конца строчат, нам не нужна столица групп, нам не нужны графики, когда сегодня усердно начал задавать вопросы, скажите вашу альтернативу, скажите, пожалуйста, какая альтернатива, если не 7,5 лет, с возможностью ускорения этих графиков, какая альтернатива, ну покажите хотя бы другого застройщика, который за те же 7,5 достроит, ну покажите его, нету, сплошное молчание, говорят только, что для них 7,5 это значит никогда, и они готовы тратить свое время в чатах для того, чтобы убеждать всех согласиться на реальное никогда, завалить меморандум, я не знаю, что это, это человеческая тупость, это какие-то принципы, или это, скажем так, подогревание где-то извне кем-то, я не знаю, или все в перемешку, но такая ситуация есть, поэтому на сегодняшний день, еще раз, еще раз говорю, что от объединенного актива вы имеете протянутую руку помощи, от дирекции, я уверен, тоже ЖК «Эврика» получит эту протянутую руку помощи, все еще готовы как-то вытягивать эту ситуацию, но эту руку нужно как-то взять, нужно, чтобы другая сторона тоже была готова к тому, чтобы двигаться дальше, и тогда мы опять будем все едины вместе с патриотикой и патриотикой на озерах, и тогда можно добиться и государственного финансирования, и ускорения, и так дальше. Сегодня мы имеем шанс только все развалить, прийти к тому, что у нас ничего не останется, и все. Скажите, пожалуйста, я понимаю, я скажу без микрофона, как можно избавиться от Шевченко? Подписать. Хорошо, мы подписали, количество не хватает, и она не выходит. Она не приходит, она не выходит. Понимаете, это же оценочно, вот они уже начали опускаться до того, что вчера озвучили предложение, что давайте мы не будем качать чаты, а вы нас типа вот уберите, а что начнется после этого, я представляю, после этого они через неделю все зайдут в чаты и устроят еще хуже, что у нас были застройщики, но нам не дали возможность этим воспользоваться. Вот и все. Поэтому пускай Людмила Шевченко сейчас принимает решение. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я вот тут услышал, что катастрофическое положение сетя не на Эврике. Я хочу знать, когда это катастрофическое положение может исправиться. Слышу, что для этого, чтобы исправить, нужно будут огромные деньги. И вот вы ответили, что пока денег нет. Мне напоминает эта ситуация, когда приехал Медведев в Крым и сказал, денег нет, вы держите. Сколько держаться? Но я хочу еще спросить, ну, как нет денег? Ведь будет начинаться строительство на левом берегу. Так может быть, оттуда тоже какие-то деньги должны капать, носить? Вы же понимаете, что без сетей... Сейчас денег нет, не принимает денег. Хорошо. Нет, секундочку, я еще не говорю. Вы понимаете, что без сетей это катастрофа? Вы понимаете, что ни один инвестор в будущем никогда не купит, никогда не купит никакие квадратные метры в третьей-четвертой очереди. Когда будут ли деньги на... Когда предполагается... Объясняю. Давайте я вам объясню. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, предположим, мы подпишем эти графики, скажите, пожалуйста, какую ответственность, в каком виде и кто будет нести с той стороны о том, что эти графики будут вернее, постройка этих домов закончатся именно в эти графики. В 21-м, 26-м, 28-м году. Как это будет выглядеть? Это будет с каждым инвестором подписан договор, где будет написано, что мы обезуемся в столице групп, объединенная книга. Я не знаю, кто подпишет, что действительно эти графики будут выполнить так, в каком виде они сейчас есть. Спасибо. Отвечая на ваш первый вопрос по сетям, если вы откроете графики, да, вы увидите, что там есть вытраты по БК, бюджетная картка, там предусмотрены расходы на сети. Смотрите, по сетям, успокойтесь, давайте все спокойно, все хорошо, все нормально, все нормально. значит, это все расписано. Если вы возьмете вторую таблицу, которую предлагала Людмила Шевченко, где мы первые три года строим сети, ничего не строим, там есть отдельная графа расходы на сети и детализация этих расходов. Расходы по БК, по бюджетной карточке, то, о чем говорит Ина, составляют где-то 1,2 миллиарда и включают не только сети, а другие сопутствующие расходы. Расходы на сети 600 с лишним миллионов гривен, 624 миллиона гривен, и они раскиданы сейчас по домам. Если вы возьмете каждый дом, там напротив дома есть графа расходы по БК. Это с учетом удельного веса дома. Ну, то есть, невозможно выделить, допустим, каждый дом, там 19-й дом, и только к нему построить сети. Нет, сети строятся огромным, огромным кольцом. Это все комплекс, да, вот в комплексе все строится. И просто рассчитывался с удельного веса дома. Ну, количество квадратов и столько вот занимает там денег строительства сетей. Если вы возьмете вот эту графу расходы по БК, где-то половина из этой суммы это строительство сетей. Приблизительно половина. Поэтому вы можете убедиться, строить только сети никто не будет. Это та же пирамида. Это просто затянет срок строительства на там 3-4 года. Ничего не будет строиться, только сети. Потом, когда придет время вводить дома в эксплуатацию и сети в эксплуатацию, это сделать будет уже невозможно. Потому что какие-то сети придут в негодность. И строительство сетей должно происходить параллельно с домами. То, что вы говорите поступление средств от озер, так это единственный источник покрытия дефицита. Это не один из. Вы говорите, может взять оттуда. Так только оттуда и будут браться деньги. В этом проблема. 2 миллиарда покрыть не из чего. Только с 10% частки на добудову, озер. И оттуда же будут строиться и сети, и дома, и все остальное. Написано в графике «Услышьте меня!» Откройте. Услышьте теперь вы меня! Услышьте! В графиках у меня такое чувство, что нет. В графиках это написано. Предоставлялось 7, если не ошибаюсь, конкретных схем по сетям, где четко было указано, где сети построены, где еще не построены. Это вся информация есть в группе «Инфо». Вот вы сейчас ставите это в вину как-то активу, что мы что-то не доработали, что-то не сделали. При этом я же не перекручиваю. Я хотел вам просто сказать, что давайте следом в том, что мы ответить. На второй вопрос. На второй вопрос. В третьей, в первую очередь, в первую очередь. А почему на второй вопрос? Не обращать меня за ранее. Ну, я ж не успел ответить. Я ж по сетям отвечал. Я ж по сетям ответил? Нет. Нет. Что именно я не ответил? Потому что вы некомпетентны. Давайте. Хорошо. Давайте сойдемся на том, что я некомпетентен. Значит, вы откройте группу инфо только почитать. В этом, наверное, и проблема, что вы не читаете это все. Нет. Если нечего читать и приходите сюда и вменяете дирекции в вину или мне, но вы в указательном тоне говорите, сделайте то, что уже сделано. В этом проблема. Ладно, я услышал. По второму вопросу. Это будет указано в дополнительных соглашениях ваших с управителем. Как я уже сказал, как я уже сказал, дирекция, сейчас, секундочку, как я уже сказал, если бы были согласованы графики, они бы переданы были на застройщика, застройщик передает на управителя, управитель вызывает вас к себе, на переподписание дополнительных соглашений и вы переподписываете. Вот таким вот образом. Конечно. Вам выдадут новое свидетельство участия в ФФС и там будет конкретно указан срок введения вашего дома в эксплуатацию. Это не предусмотрено законом. Потому что вы подписали тот... Элементарно. Ну, смотрите, если вы говорите, что я некомпетентен в сетях, что где-то отвечает в действительности, то, наверное, в сфере юриспруденции, извините меня, но я чуть-чуть, наверное, более компетентен, чем вы. Наверное. И закон про финансовые кредитные механизмы я знаю практически за последний год наизусть. Поэтому обязательств прописывать в правилах Фонда финансирования строительства и в договорах с доверителями штрафные санкции не предусмотрено. Я вам открою небольшой секрет. Вы когда пришли в Аркаду, вы подписали договор, которым не предусмотрены штрафные санкции. Вот и все. Почему вы сейчас требуете этого от нового застройщика? Вы спросили, как это не предусмотрено. Элементарно отвечаю вам. Не предусмотрено. Я прошу прощения, но я отвечу еще. Меня зовут Владимир, я не 119-го дома. Смотрите, на ваш второй вопрос. Ваш договор, который у вас был с управителем, он остается действующим. Со всеми обязательствами, со всеми условиями. Единственное, что у вас добавится в догсоглашение, это о том, что есть новый управитель в лице Гранд Капитал и будут новые сроки. Все остальное у вас по договору остается в силе. То есть все обязательства, все перед вами, они будут действующими. Если у вас и изначально не было штрафных санкций, то их и сейчас не может быть. Вот и все. Здравствуйте, меня зовут Константин, 17-й дом. Давайте все успокоимся. У меня огромная к вам просьба. У меня огромная просьба. Давайте все успокоимся. Какой дом? 17-й? 17-й, да. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Виталий, Виталий, у нас сейчас хвост-ножок, да? У нас хвост-ножок, потому что человек, который избран от Агрики, отказывается от своих обязательств. Он не хочет ни подписывать графики, он не организовывается. Свините меня, пожалуйста. Зачем вы там шумите? Скажите, вот, Николай, я тоже вас очень прошу, давайте, ну, очень плохо общаться, когда параллельно многие тоже разговаривают. Пускай им будет человек задать. Значит, еще раз, по форс-мажору, да? Человек отказывается от своих обязанностей. Он не исполняет свои обязанности. У нас форс-мажор, у нас идет разворование, просто ворок будет воровать все на Агрики. Почему мы не можем сейчас срочно переизбрать Шевченко? Потому что у нас нестандартная ситуация, вы понимаете? Подписи вы собираете очень хорошо, но, как вы сказали, 55% уже высказали за подписание графиков. Правильно? И второй вопрос. Почему-то все молчат. Почему привели группу Шевченко и Голубниченко или как он? Голубничий это такой дядюк, который связан с экофарком. Почему об этом все молчат? Вам не кажется, что это все какая-то диверсия, и специально не подписывают графики, чтобы просто, ну не знаю, мы тебе объясним. Чтобы развалить строительство, что говорить? Начиная с конца. Да, после того, какое расследование вот сделал актив, после того, какая информация была найдена, я благодарю тех, кто занимался. Анастасия у нас здесь тоже есть и другие. Ну это, это многие с актива на самом деле занимались этим вопросом, искали эту информацию. Вот. И я, когда это все читал, анализировал, я же говорю, это не только глупость. Вот. Я убежден, да? Потому что, ну невозможно, чтобы ситуация сложилась так, невозможны такие совпадения, когда здесь у нас юрист, который еще там, так называемый юрист, практически без юридического образования, когда он полгода еще выступает на конференции, рассказывает, что на самом деле инвесторы Аркады, извините на слове, лохи, которые понесли деньги в незаконное строительство, говорит об этом открыто, называя наше строительство незаконным. Вот. Говорит о том, что мы есть одна из там афер, пирамид, и наши проблемы не должно решать государство, называет застройку там, патриотики на озерах незаконной и такой, что не должна осуществляться. Ну, в общем, всячески проявляет, и у него есть прямые связи с экопарками, другими организациями, которые крушили там все это дело. Мы об этом, да, сказали громко, открыто, вот на выходных выложили с доказательствами этих взаимосвязей, с открытых источников. Дальше каждый пускай делает выводы сам. Вот. Но в моем понимании действительно связка вот этой всей истории, этой взаимосвязи, там, его с экопарками и так далее, с неподписанием графиков, она есть. Потому что, если мы посмотрим, они 28 июля начали собирать на него деньги. Уже 30 июля состоялось нападение организации ШОК, координатором которой он сам является на патриотику на озерах. Вот. Потом 10 числа через 10 дней у нас происходит неподписание графиков, на котором тоже есть Дятюк на вот этом митинге под столицей группы. Поэтому это все мы когда-нибудь узнаем, кто за этим всем стоит, кто это инициировал. Вот. 500 долларов вот да, мне подсказывают. За это, то, что он постоял на митинге под столицей групп, сделал свое грязное дело, он получил эквивалент 500 долларов. Это можно зайти, посмотреть в отчетности этой группы и так далее. Поэтому мы об этом говорим, правда, мы об этом говорим. По поводу форс-мажор. Действительно, ситуация сложилась таким образом, что у нас есть определенные обстоятельства, которые сложились там не по вине всех инвесторов. Появилась личность, которая возомнила себя человеком, готовым решать тысячи судеб, только по своему мнению, без того, чтобы опираться на мнение большинства, и не подписала эти графики, взяла на себя ответственность. то, что она говорит, что я не подписала, потому что не хочу брать на себя эту ответственность, так я хочу сказать, что она взяла на себя гораздо большую ответственность, тем, что она не подписала, и привела к такой катастрофе. Дирекция ее не может отстранить в связи с ее невыполнением этих обязательств по той причине, что у дирекции не предусмотрено это положением про дирекцию, уставом и так далее. Это может сделать согласно положению про дирекцию тот, кто ее туда делегировал. Делегировали ее инвесторы через орган, который подписал меморандум и который есть полноправным участником дирекции. Это общественная организация инвесторов. она может это сделать, она может ее оттуда отозвать. Но, но, для того, чтобы принять решение об отзыве Шевченко оттуда, нужна позиция большинства инвесторов Эврики, которые ее туда делегировали. Которые ее туда делегировали. Нужно собрать как можно больше подписей и опираясь на мнение инвесторов Эврики принять решение о ее отстранении оттуда. Поэтому мы призываем всех к тому, что нужно подписать эти письма и это крайне важно. Это крайне важно. Чем больше подписей будет собрано, тем будет лучше. Параллельно с этим мы призываем Шевченко к тому, чтобы она вернулась к какому-то конструктиву. Вышла к инвесторам, во-первых, пообщалась, объяснила, что она думает дальше, какие у нее планы, каким образом достраивать это все, как она это видит, и чтобы она принимала одно из двух решений. Либо созывала дирекцию и подписывала графики, либо созывала дирекцию и просила рассмотреть заявление об уходе с дирекцией. Варианта у нее два. Она будет нести ответственность за то, что она сделала. Это я вам сейчас говорю, что безусловно, сейчас мы собираем факты того, что она сделала, будет подано заявление правоохранительные органы, которые будут это рассматривать. Она должностное лицо, на которое была положена огромная ответственность. Она эту ответственность скажем так, либо не осознала, либо умышленно от нее отказалась. Привело это к огромным прямым убыткам по ЖК Эврика. Огромнейшим убыткам, я полагаю, это приведет, потому что то, что сейчас делается, подъедьте пожалуйста каждый к ЖК Эврика, снимите, сфотографируйте, там нету охраны. Сейчас полностью разворовывается, поэтому за это должен кто-то понести ответственность. И этот кто-то, это безусловно Людмила Шевченко. Вот я хотела сказать по поводу охраны, Юля 20 дом, вы может быть не знаете, но я вам часто фотографии скидывала и писала. Я живу так на 19 этаже, что я вижу что происходит. И может лично меня Виталий не знает, но хотела просто сказать тем, кто не подписали, чтобы думали, что произойдет дальше. Потому что когда только убралась охрана, еще когда у нас все с поливодой случилось, в эту же ночь просто произошло как муравейник. Туда набежали, наехали машины огромные. вывозилось не то, что все, что лежало, даже такие вот вывозились даже бетонные колодцы называются. Я даже фотографии вам скидывала. Просто приезжали огромные технические машины, которые крали все. Вот просто все, что могли, все. Что сейчас без охраны происходит, ну просто наверное страшно подумать. Может мы лично не знакомы тот человек, который вам фотографии скидывал. Протокольным юридически это выглядит следующим образом. Протокольным решением дирекции на Людмилу было возложено обязательство, не только на Людмилу. Там пункт прописан следующим образом. Я думаю, что несмотря на то, что мы не публикуем протоколы заседаний дирекции, потому что иногда есть такие вещи, которые лучше, чтобы госорганы не знали раньше времени и как-то так, но есть причины, то этот протокол я думаю, мы все-таки опубликуем. Я подниму этот вопрос. Так вот, пункт звучит следующим образом, что в связи с прописанием ЖК-Патриотика на Щербакова Виталия Олеговича, охрана ЖК-Патриотика Назара Вроньская Оксана Михайлевна, охрана ЖК-Эврока Шевченко Людмила Михайлевна. Под этим протоколом подписалось большинство членов дирекции, протокол считается полномочным и этим протоколом было возложено обязательство организовать охрану на Людмилу Шевченко. Она это не сделала, она всячески избегала этой обязанности и сейчас это привело к тому, что охраны нету. Охраны там нету. Конечно, кто-то должен понести ответственность. Я думаю, с этим будут разбираться правоохранительные органы и в любом случае после того, как материал будет собран, он будет передан в правоохранительные органы для возбуждения уголовного производства и рассмотрения в рамках уголовного производства вот этого момента. Потому что речь идет о десятках миллионов гривен и о судьбах людей, что самое главное. Сейчас реально катастрофа. Я не знаю, как еще докричаться до Эврики, но реально катастрофа, ребят. Без шуток. Сейчас реально катастрофа. Сейчас тот момент, когда Эврика может уйти просто в небытие и никогда не быть достроенной. А я бы этого категорически не хотел бы. И еще раз говорю, у меня честно, внутри все переворачивается от одной мысли, что такое может случиться. По вине одного человека или там десяти людей, которые подогрели этого одного человека, которая не подписала графики. Ну так давайте не ждать до бесконечности. Форс-мажор. Давайте спасать. Дирекция, мы вам делегировали. Понимаете, вот, вот, она будет дальше отмалчиваться, она уйдет в небытие. У нас много, если каждый в группе дома призовет людей идти подписывать письма, вот, допустим, в 17-м доме, да, мы пишем, там, вот, мы, во-первых, голосовалку сделали, отметьте с тем, кто подписал письма. Мало того, проводим такой флешмоб, мы тегаем всех участников группы. Пусть потом мы провели зум-встречу 17-го дома, да, где поговорили и решили так, поделились там женщины, кто им всех таких старт и обзвонили полностью всю группу дома. Вот я призываю, есть реально вот такие вот вот такие вот шаги для того, чтобы расшевелить группу и инвесторов это легальные шаги. Поэтому, каждый, вы каждый, у вас есть группа дома, 5-й, 6-й дом, да, 2-й дом, 19-й дом, 28-й, 27-й, 23-й, там, 22-й, поделитесь, пожалуйста, 4-й, у вас есть группа дома, возьмите, обзвоните всех, уделите там полдня этому, да, и обзвоните, поговорите, каждому объясните, попросите прийти, подписать. Вот и все. Что требуется? Немного времени для того, чтобы донести, потому что есть люди, которые состоят в группе дома, но они полгода туда, в ту группу не смотрят, да, они и в графиках не разобрались, потому что вот у меня, там, допустим, люди звонили, они даже не понимают, в каком они, а, не в 28-м году, а, в 23-м году или в 24-м, получается, в чатах пишут, что все дома в 28-м сдаются, 9-10 лет. Вот и инвесторы думают, о, мой город, через 8 лет, но, если будет индивидуальный адресный звонок вашему соседу, да, пожалуйста, пойдите, вот сейчас подписывают такие-то, такие-то письма, я вам в личку сброшу, посмотрите, необходимо подписать, потому что мы хотим остаться в рамках меморандума, мы хотим, чтобы графики были подписаны, мы хотим дальше двигаться со всеми ЖК, нам необходимо генерировать деньги от патриотики на озерах, да, мы не хотим там обратно оббивать пороги, идти никуда, потому что нет альтернативы, нету тех застройщиков и всего, и мы уже не будем, Эврика не будет еще полтора-два года ходить, да, и просить, чтобы кто-то еще их взял на достройку, вот, понимая, что дефицит 2 миллиарда, поэтому призываю всех и каждого писать в общих чатах, задавать вопросы Шевченко, протягать ее и так далее, чтобы она понимала, какая на ней ответственность, пусть она выходит в публичную плоскость, пусть она рассказывает людям, как, что и к чему, чтобы Эврика наконец-то поднялась и действительно начала что-то, потому что, чтобы большая часть Эврики поняла то, что уже, насколько это критично, поэтому... Это искаженное понимание демократии, против нас действуют грязными методами, на разрушение, на уничтожение. Против нас действуют грязными методами, тот же самый Дедюк, взять этого юриста, который связан напрямую с ПНО, с рейдерами, и мы говорим о том, что патриотика на озерах это единственный финансовый ресурс, за счет которого будет покрываться дефицит и будет достраиваться патриотика и Эврика. И здесь берут юриста, который напрямую связан с рейдерами этой земли. Это про что-то говорит? Это говорит про то, что и патриотику, и Эврику, да, изначально хотят пустить в никуда. Вот. Это целенаправленная дисверсия, я с вами абсолютно согласна. Вот в чем вопрос. Электронные соглашения, они юридически могут иметь силу? Да, да. Вот поэтому мы разработали... Подождите, может быть, не совсем корректное предложение, но может быть, оно и будет иметь какую-то силу. У нас люди, многие люди, я лично это чувствую, что никто не может приехать, я бы без микрофона нас уже малыш. Смотрите, я думаю, что проблема у людей даже приехать в эти там три точки, кому-то вот подписать. Они не против, но они просто вот физически, может быть, по каким-то причинам, по разным, не могут приехать подписать. Может быть, есть смысл. У нас же есть все данные, все свидетельства, там, права, собственности и так далее. Когда вступали в группы, мы же все передавали свои данные. Может быть, как-то сделать, сконсолидировать эту всю информацию в электронном виде как-то достать вот этих вот инвесторов и еще эту информацию добыть вот таким образом, потому что, я знаю, многие люди даже живут не в Киеве, там, за границей и так далее. Они могут подписать с литровой подписью, да? Мы разработали специально инструкцию. Они могут выслать новой почтой, они выслать могут Укрпочтой. Но это надо уделить, допустим, этому, можно и Укрпочтой, и новой почтой выслать, да? И можно подписать электронным ключом. Нет, а можно, например, вот в группе составить одно? Вот это, нет, это, можно, допустим, в группе предложить. Вот как мы в группе 17, да, допустим, там написали, понимая, что есть, допустим, есть человек там инвалид, там или еще что-нибудь, он там, или проблемы с ногами добраться, да? Допустим, можно написать там или предложить в группе дома готовы подъехать к вам с подписным листом, да? Для того, чтобы собрать подписи или там написать, кто не может, кто с ребенком маленьким, или все. Я готов там уделить день, поездить по Киеву, собрать подписи. Вот в группе дома надо проявлять такую инициативу. Просто-напросто. Вы просто понимаете, если будут собрать подписи, за это время, просто вы сами хорошо сказали, все разоруют. Не два миллиарда, а два с половиной миллиарда. Я понимаю, но тогда нам надо всем организоваться за неделю и собрать, допустим, вот я вам говорю по патриотике, да, они за неделю собрали почти полторы тысячи подписей. Больше. Больше. До двух тысяч, вы понимаете? Вот, потому что там люди организованные. А нам надо точно так же поднять Эврику. Поэтому, да. Неужели у вас дирекции нет такого курс-мажора, как вы могли самой дирекцией приедать и реестировать? Смотрите, у дирекции нету, есть у члена дирекции УГО всех инвесторов. Но, я же, вот, второй раз говорю, для того, чтобы мне и правлению дирекции принять это решение, нужно на чем-то основываться. А основываться нужно на мнении инвесторов. Если сейчас мало инвесторов скажет о том, что мы хотим убрать представителя и поставить нового, ну, как я могу подписать обращение на дирекцию единолично о том, чтобы убрать представителя? Ну, как я могу принять это решение? Скажите, когда пропадут на 500 миллионов цеверики ценности? Скажу, скажу, что, скажу спасибо Людмиле Шевченко, пойду в полицию, пойду в полицию, все пострадают, безусловно, только смотрите, я сегодня зашел, остались кто-то с 19 дома? Да, я зашел в 19 дом, меня там матом обложили, рассказали, какой я хороший и так далее, рассказывали на протяжении пяти часов. Рассказывали на протяжении пяти часов. Скажите, как я могу принять это решение? Как вы думаете, эти люди воспримут это решение мое? Нет, не воспримут. Они завтра же придут, они завтра же придут под столицу, когда будет заседать дирекция, и скажут, Щербаков такой-то, а когда, а туда придут. А в таком режиме, понимаете, проблема же возникнет через месяц, то есть сейчас возникла проблема с графиками, а таких моментов, когда нужно будет принимать решение, будет еще много. Пока люди не поймут, что иного пути нету, пока логически сами не придут к этому выводу, дело не будет. Неприятно, знаете ли, приезжать на дирекцию, ладно мне говорят, да, там, Шещербаков сдохни и моей семье, что мне очень неприятно, конечно же, но я привык к этому. Но когда это было сказано там не в такой форме, а в форме там проклятий и так далее, чуть более мягких, но это безусловно неправильно. Соколовскому Эдуарду Степановичу, руководителю столицы групп, компании, которая добровольно выступила стороной по меморандуму для того, чтобы достроить еврику-патриотику, как вы думаете, в таком режиме правильно строить работу? Когда, извините, приходит 20 человек, точнее 38 человек, которые в тот день были под офисом столицы групп, кричат гоньба и кричат проклёны. Это правильно или нет? Наверное, нет. Вот пока эти 38 людей не поймут... И что, ничего не будет? Ну... Пока они не подпишутся графики. Смотрите, а как... Эти 38 человек всех за горло... Хорошо, мы говорим не о 38, мы говорим о 45 процентах, которые проголосовали против подписания графиков. Вот есть 22 дом, мой любимый пример. Замечательный дом, хороший дом. Извините, что я его привожу в пример. Но люди там доведены просто до какого-то, я не знаю, состояния полёта в космос. Потому что дом сдаётся за 2,5 года, в 2024 году, и большинство дома голосуют против подписания графиков. Скажите, как можно объяснить этот феномен? Какое большинство? Сколько в доме инвесторов? Сколько там проголосовало против? 70%? И рискованно. Человек? Строите дом. И вот заходит 5-6 человек в группу дома, и с утра до вечера просто один флуд. Гадости, гадости, гадости. Нормальным людям просто общение там невозможно. Вот и всё. Они не могут, допустим, аргументы реальные, да, как бы они только готовы там оскорбить и так далее. Вот в чём вопрос. Хороший пример вам. Миша есть здесь? О, Миша есть. Вот Миша у меня, помимо инвестиций в Абрике, в 19-м, во втором доме, есть ещё инвестиция в 34-м доме патриотики. Расскажу вам хороший пример. Несколько месяцев назад в чат дома зашла личность, которую вы знаете. Одна из 8-ми человек, которые привели к срыву меморандума, которая когда-либо будет за это отвечать. Прохоренко Инна, которая есть и в 22-м доме, которая качает ежедневно 22-й дом. Вот у неё инвестиция есть и в 34-м доме патриотики. Знаете, что произошло, когда она туда зашла и начала рассказывать, как нужно там отказываться от столицы, от меморандума и так далее. И что же произошло? Произошло следующее. С группы дома она до сих пор не исключена, но писала она там ровно 5 минут, потому что на одно её сообщение прилетело 50 сообщений от соседей, что если она продолжит следующее делать, то жизнь у неё будет просто невыносима. И такое ей там делать не позволят. После этого полгода ни одного сообщения в группе дома. Ни одного. При том, что в 22-м доме Эврики она позволяет себе в 8 утра заходить, лить гадости на Инну Моисеенко, которая потратила полтора года своей жизни на этот протест, и в 2 часа ночи уходить оттуда. Писать абсолютную ложь и неправду, абсолютные манипуляции и переводить к той ситуации, которую привели. Скажите мне, почему инвесторы 22-го дома не могут сесть и подумать? А нам это правильно? А нам это надо, чтобы так происходило? Почему у инвесторов 22-го дома, извините, нет силы воли зайти в чат дома и написать несколько слов о том, что они не согласны с этой позицией? Почему они, 125 человек, читают эту всю грязь или 9? И нормально это воспринимать? Почему, когда сегодня в 19-м доме Эврики попытались нормальную дискуссию провести, почему опять началась эта грязь? Когда проклинают, извините, детей уже дошло до этого, участников актива, вспоминают детей, это нормально? Это не нормально. Это не нормально. А почему, извините, 560 человек в группе дома сидят и нормально, или сколько, 360, и нормально это воспринимают? И не делают замечания, и не говорят, да вы не правы. Они не читают. Так в этом, смотрите, в этом и проблема, то, что они не читают. В этом и проблема, если они не читают, значит, безразличные квартиры. Как актив, 50 человек может бороться за многотысячный комплекс без желания этого комплекса? Как? Потому что вас уполномочили инвесторы. Уполномочили Людмилу Шевченко. А вы сейчас опираетесь на нерепрезентативную выборку. Эти 38, 42 человека они делают погоду, они не делают погоду, а вы все время их пример приводите. Ошибаетесь. Они сделали погоду, когда 45% проголосовали против подписания графика. А 55 за, но 45 против. Но 45 против. И представитель не подписала. И пришла, и превселюдно плюнула, извините всем, в лицо, сказала, я не хочу подписывать, потому что я так хочу. А вот можно я дополню, тогда будет мой короткий вопрос. Просто я дополню, дополню. Вот в связи с этим, почему, у меня вопрос, почему громадская организация инвесторит, как член меморандума, не может скорость статуса. Почему? Уже хотя бы на основании того, что она изначально нарушила методологию сбора данных. Она считает по домам, но предварительно же, это же, наверное, было запротоколировано как-то, правило сбора данных и подсчета голосов. Уже на основании ее деструктивной деятельности, уже вот на моменте подачи данных, почему на основании этого не может громадская организация отозвать, да. Вы, Виталий, я вас глубоко уважаю, я 16-й дом Нина. Я открыто заявляю, в условиях, я все, что слышу про моббинг, буллинг, это моббинг, во взрослой жизни называется моббинг, то, что происходит в чатах, это криминал. Я вышла с нашего чата. С 16-го дома. Заодно мою просто культурную, но тактичную позицию. Я за меморандум, за столицу групп. Но мне там слова не дают сказать. Мне уже предлагают пить психиатрические таблетки. Понимаете, вот такой уровень радиолога. Почему мы должны быть в заложниках этих людей, которые, к сожалению, наверное не в состоянии быть настолько компетентными, чтобы понимать серьезность ситуации. Более того, они не возьмут ответственность за эти действия. Они не возьмут ответственность за это. Поэтому нам нужно действительно просто... Вот у меня вопрос, потому что это эмоции, то, что я себе сейчас позволяю. Вопрос, почему, Виталий, нельзя просто, простите, может быть, у вас есть на это право, боитесь, как глава нашей громадской организации, на основании ее деструктивных действий в момент сбора данных по голосованию за Эврику, ну, за графики, уже на основании этого ее отстранить. Правильно. Вот это мой вопрос. Давайте, пожалуйста, почему нельзя на основании... Это есть корень. Она нарушила, если была предварительная согласованность о сборе, о методологии сбора данных. Как происходит это? Если вам, она предварительно там подписала, что да, мы считаем голоса по особам, по лицам. А в итоге она предъявила график по домам, да еще и грубо нарушила эти данные, то есть знехтувала вопреки данным. Очевидно, большинство голосов было за подписание. И она вот это все просто волей своей вот такой вот наглой волеизъявления решила судьбу людей. Почему? Просто на основании этого деструктива. Нельзя ее отстранить. Вот и все. Мы же со своей стороны. Я вам честно скажу, я со вчерашнего дня попыталась обзванивать. Я взяла на себя эту миссию. Но я посидела, я позвонила. Мне не хватило, естественно, там 300 человек, 300, у нас косточка дом, там 300 квартир. Мне нужно, извините, забить на детей, на работу. То есть, как это сделать за два дня? То есть, я буду продолжать обзванивать людей. людей. Но 50 на 50 со мной, в принципе, готовы разговаривать, вести диалог. Поэтому я не знаю, насколько даже я своей позиции смогу чем-то помочь. Вот. И я хочу сказать, и я хочу сказать еще такой момент, что, к сожалению, люди, вот уже по тому маленькому опыту, который я имею, общаясь лично с людьми, люди, к сожалению, действительно находятся на какой-то планете. Они считают, а, и без моей подписи обойдутся. Вот я в этом ничего не разбираюсь, что хотят, пусто и делают. Или отцепитесь, я не в курсе, все, у меня своя тема, я только что с моря приехала, все. То есть, к сожалению, то, как я себе запланировала, там, по минутке с каждым, кратко, вы в курсе, что сейчас происходит? Зали, вы уже подписали, то есть, минуты не хватает. Минимум 3-5 минут ты вступаешь в диалог, и начинается полемика. То есть, вот я перед собой ставлю вопрос, как мне обзвонить мой дом? То есть, Виталий, у нас действительно критическая ситуация. И вот мой вопрос, я ему отставляю свои, вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Почему на основании этих просто жесткого нарушения уже в момент сбора данных, вот на основании этого нельзя вам взять за это ответственность, на это, вот, отстранить ее? вот такой. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот если большинство инвесторов в Эврике были с такой позиции, как у вас, было бы все супер и гладко. Было бы супер, правда. Отвечая на ваш вопрос, ответственности точно не боюсь, такое письмо точно готов подписать, отправить на рассмотрение в дирекцию, но я все же за демократический путь. Для этого должно быть мнение инвесторов Эврики, на которое я должен основываться не для того, чтобы снять с себя ответственность. Боже упаси, не боюсь в этой истории уже точно никакой ответственности, честно, абсолютно никакой, но чтобы через полгода никто не стал обвинять актив или дирекцию в том, что оказывается у Людмилы Шевченко был застройщик, а мы не дали ей его там завести, наверное, это должно произойти демократически. Я открою вам небольшой секрет. На заседании 10 числа Людмила Шевченко сама дирекции предложила освободите меня от этого, примите решение, я не подпишу, но примите решение, уведите меня под дирекцией. Но положением про дирекцию не предусмотрено принятие такого решения, во-первых, во-вторых, когда ей было предложено, чтобы она сама написала это заявление, она отказалась. Понимаете, да, почему? Понимаете, почему, да? Понимаете? Потому что сама она не готова, она хочет, чтобы за нее кто-то принял это решение, взял ответственность, а потом через день она зайдет в чаты, построит из себя великомученицу и скажет, у меня был застройщик, мне не дали реализовать план. Так вот, у меня к ней вопрос, почему за период с 10 числа она не огласила этого застройщика, а если не огласила, пускай имеет смелость, на основании даже тех собранных писем выйти к людям и сказать, я ухожу. для принятия же мною решения я не боюсь этой ответственности, я приму это решение в нужный момент. Она до сих пор не вышла. Спасибо вам большое. Виталик, она до сих пор не вышла. Она получается, не несет ответственность то, что она сделала. Она самоустранилась. Она самоустранилась. Должна же быть какая-то процедура, если человек поступает в каких полномочиях. Самоустранился. Спасибо большое. Ключевая фраза, которую сказал сейчас Щербаков, для меня ключевая, что я приму это. Он отдал ответ на мой вопрос. Почему вы не можете своей рукой, взяв на себя ответственность в нашей критической ситуации сделать этот шаг по факту ее деструктивной деятельности отстранить, как глава ГО взять на себя эту ответственность. Щербаков ответил, я это сделаю тогда, когда придет время. Я просто обращаюсь к нам, ко всем. Давайте максимально, вот каждый. Вот лично я, у меня четверо детей, две работы. Я вас умоляю, каждый, постарайтесь достучаться до своего соседа. Я буду это делать лично. Я буду звонить людям, своим соседям. Я буду высушивать хамство или пытаться услышать человека и доводы свои довести. Я буду стараться максимально, все, что я могу, вот за эту неделю. Хорошо, что я сегодня сюда пришла, хоть с опозданием, что я услышала, что еще, получается, не два дня, да, как 25-го было, до 25-го. Прогреваем сбор подписей. Я буду лично от себя стараться сделать. 50 человек приведу, значит, 50. Прошу, вот каждый из вас, подумайте, как вы можете помочь нашему общему делу в этой ситуации, чтобы нашему Щербакову, Виталию, не пришлось идти на вот эту крайнюю меру. Он на нее пойдет, я услышала для себя ответ, он пойдет на это. Но я не хочу тоже подставлять человека, потому что у нас у всех своя судьба, свои семьи. И быть, извините, как боксерская груша за нас, за всех, я не желаю этому человеку такой судьбы. Я, приятно, понимаю, что он испытывает. Вот. В силу своих жизненных обстоятельств, я тоже в этой жизни много чего в своей жизни повидала, я прекрасно понимаю, чувствую, что происходит. Поэтому я вот лично вас, каждого из вас здесь прошу, давайте сейчас проявим активность. Спасибо. Спасибо. Можно туда вопросы? Спасибо вам. У меня есть вопрос, представлюсь. Меня зовут Дмитрий, 27-й дом. Я всех присутствующих тоже понимаю, слушал очень много, вот только в конце хочу задать вопросы. На самом деле, давайте вот Людмила Шиченко, я понятия не имею, кто она, да, то есть я знаю, что она представитель, я ее не видел в глаза. Но вопрос в чем? Проблема действительно в Людмиле Шиченко? Или вы просто не можете найти поддержку со стороны инвесторов вот тех из 23 домов, 14, которые все-таки немного против 8 лет, ну там 13-14, могу ошибаться, я могу не точно сказать. первый вопрос. Первый вопрос. Все-таки третья, четвертая очередь, единственная причина, почему они не подписали и не, они бы вынесли, если бы завтра написали там в дирекции или графиках 24-й год, поверьте, сейчас бы Людмилу принесли на блюдечко, если бы третья, четвертая очередь огласили вот такие списки, согласны? Они бы ее принесли с частного блюдечко. Поэтому здесь за Людмилой стоят инвесторы, которые против то, что там в чатах, спамы, я прекрасно понимаю, почему Людмилу не могут выкинуть из меморандума и так далее. Вопрос в другом. Пытались ли вы, если нельзя перескочить гору Виталия, обойти ее, попробовать вместе с Людмилой Шевченко и со столицей групп обсудить возможность графика третьей, четвертой группы? Ответьте. Будет еще второй вопрос, если вы не против. Пытались ли мы? Конечно. Заседаний по обсуждениям графиков было дирекцией не менее десяти. И каждое заседание мы обсуждали возможные варианты. Проблема в том, что Людмила Шевченко внесла одно предложение, одно, при около 80 предложениях от актива, когда скинули с 11 лет до стройки до 8 лет за счет этих предложений. У нее было предложение исключительно одно, это сети. в проект сети, когда сначала строим первые три года сети, а потом строим все остальное. Она, когда сама посмотрела, когда построили реальный график строительства домов, она сама сказала нет. Это как бы нелогично. И она дальше не стала настаивать на этом варианте. Поэтому да, обсуждали. Относительно вашего вопроса, если сделать 3-4 года. Понимаете, мы же не художники в дирекции. Нельзя это все нарисовать вот так от фонаря. Захотели и нарисовали. Это должно быть подкреплено реальными обязательствами. И мы предлагали, честно вам скажу, предлагали, давайте искусственно увеличим стоимость квадратного метра на эврике. Это же позволит снизить сроки. Например, давайте то, давайте сё. Мила Шевченко вообще предложила, давайте построим проект пирамида. Прямо так и сказала. Проект будет пирамида. Привлекаем деньги в монолиты. Их говорим, что достроим за 2 года. За 2 года не достраиваем, потому что сети. И как бы новые инвесторы окажутся с нами в дружной компании недостроенных домов. Какое-то время. Больше, чем 2 года. Тоже от этого отказались, от всего отказались, от нечестных вариантов. Столица групп отказалась. Почему? Аргумент 1 у неё. Столица групп тоже будет ставить подпись под этими графиками, что будет значить обязательство столицы выполнить эти графики. Именно поэтому они построены скорее в пессимистическом сценарии. То есть хуже не будет точно, потому что это их репутация. Если они не выполнят эти графики, нарушат эти графики, пострадает их репутация. А пришли мы к 8 годам исключительно из-за ограниченности финансирования. не от нежелания построить быстрее, вообще отнюдь. Исключительно от того, что есть условия ограниченных ресурсов. То есть денег недостаточно, чтобы построить за 3 года. Поэтому сети у нас и рассчитаны на горизонт 8 лет. Друбо говоря. Вот. Вместе с этим есть первый пункт графиков, который предусматривает, что они будут сокращены в случае дополнительного финансирования. и за это финансирование мы будем бороться. И по этому финансированию у столицы групп были предварительные договоренности и переговоры с государством. Но только для того, чтобы каким-то образом это все сейчас сложилось с государством переговоры, нужно показать позитив, нужно начать что-то делать, начать строить. А начать без графиков невозможно. Невозможно и все. Я понял, вас услышал. Смотрите, очень многие переживают наши инвесторы, что после подписания на текущий момент я пишу, говорю как есть. На текущий момент у меня со столицей групп взаимоотношений юридически не больше, чем у консьержки, у которых я хотя бы расписываюсь. То есть я не могу вот сегодня озвучивали, проверить, есть ли у меня двойные продажи квартиры. То есть есть ли у меня кредиты там, кому я вообще плачу кредиты, допустим. То есть я не могу это проверить. И только после того, как мы подписываем, нам вот эти все плюшки выдают. То есть что возможно финансирование, возможно все остальное. То есть только только после того, когда я и остальные наши инвесторы, допустим, согласятся и убедят Людмилу Шевченко на то, чтобы она согласилась на 8-годовой вот такой срочек. Только после этого. Правильно? Только после этого. Абсолютно верно. Вы говорите за столицей. Не переубеждаю. Нет, не переубеждаю. Юридический механизм взаимодействия со столицей групп следующий у вас. Вы являетесь доверителем. Ваши интересы представляет общественная организация, которая, даже если вы не член, общественная организация от всех инвесторов подписала меморандум. Согласно меморандуму создается дирекция. В дирекцию входят юридические, ее учредили общественная организация доверителей, группа фундамент строительная и столица групп. Дальше дирекция выкупила всех застройщиков, в том числе и Аркаду Будивнецтва. Поэтому на сегодняшний день Аркадой Будивнецтва владеет дирекция, которой владеет столица групп. Вот это связь со столицей групп. Скажу вам также, что по всем застройщикам Киева ни один застройщик крупный не является непосредственным застройщиком на своих объектах. Это все товки в группе компаний. Ни Киевгорстрой, ни Перфект, ни Кан, ни Сага, ни кто другой, ни столица по своим объектам не является непосредственным застройщиком. Там везде такой же механизм. Относительно ваших прямых юридических отношений. У вас взаимоотношения с Аркадой были, как с управителем, и они остаются. Они останутся с управителем, просто с грандкапиталом. Также у вас есть трехстороннее соглашение, потому что там программа ФФС по программе ТОФ, Аркада, Будемництво, и у вас есть трехстороннее соглашение еще и с Аркадой, Будемництво, подписывалось. В пакете документации тоже, по-моему. Поэтому у вас есть договор, получается, и с застройщиком. Со столицей групп вписать сюда какие-то договоренности невозможно. Переподписать ДОП-соглашение до графиков тоже невозможно. Это, понимаете, это вот юридическая коллизия такая, которую решить не получится никак. Управитель сейчас ждет сроков для чего? Для того, что у него есть порядок, утвержденный Национальной комиссией по ценным бумагам, согласно которому, когда он подписывает акт приема-передачи с ликвидатором, с банком, в течение пяти дней, пяти, он должен разослать письма десяти тысячам девятьсот инвесторов за пять дней. Это где-то триста тысяч гривен только на рассылку писем. Вот за пять дней он должен разослать все эти письма. С этого момента включится механизм, когда все доверители будут записываться, приходить к управителю и переподписывать ДОП-соглашение. Но чтобы переподписать ДОП-соглашение и получить свидетельство, нужны сроки. Нужны сроки. А где их взять? Управитель отправил письмо на застройщика, застройщик сказал, у меня нету сроков. Преопределяет у нас дирекция. Приходим в дирекцию, дирекция сроки не утвердила. Что делать? Вот у нас круг как бы разорван. Сомкнуть этот круг может только подписание графика. Тогда мне еще один вопрос. Давайте по графикам. Как бы там кто не обсуждал, в моем чате мы проходим верификацию по нашим свидетельствам Фонда Финансирования строительства. Скажу так, по 27 дому это нормальные цифры, я не постановлю казачок, не подумайте, 93% против. То есть мы еще пока не переубеждены в том, что нам достроить через 8 лет. Соответственно, второй вопрос. Если вы смотрели этом смету, меня поразило, я тоже знаю, что такое строительство и что такое консервация. То есть консервация 22-этажного дома готова на 50%, 27-й дом готовый. Стоимость консервации одинаковая, что одноэтажная. То есть цена консервации, стоимость консервации, неверно, да, одинаковая. Я знаю, что такое консервация сейчас, она больше важна, чем через 3-4 года. То есть потом нет смысла консервировать с открытыми окнами, с коммуникациями. Я заходил в свою квартиру, я знаю, что такое, там уже течет просто, начиная с верху и вниз. То есть второй вопрос, не получится ли так, что через 8 лет при условии плохой консервации они просто действительно не будут пригодны для строительства и у меня действительно не будет к кому обратиться с какими-то претензиями. Потому что столица групп скажет, что извините, это уже не ликвид. Ну, давайте будем честны, во-первых, по поводу процента голосований. Я думаю, 93% проголосовало не из-за того, что там дом не законсервирован, а все-таки из-за того, что 7 лет до стройки, по-моему, по 27-ому дома. Наверное, поэтому. Сделать меньше искусственно не сможем. Поэтому, возможно, кто-то ошибочно воспринял слова в центре Захастукаян о том, что если графики не будут подписаны, сядем за стол переговоров. Но это не значило, сядем за стол переговоров и будем сокращать графики. Потому что это делали на протяжении двух месяцев. Это значило, что сядем за стол переговоров со всеми сторонами меморандума и подпишем ДУП-соглашение о выводе Эврики за пределы меморандума, если она не согласна с графиками. Это логично и это правильно. Об этом была речь. В этом цель переговоров и предмет переговоров. Это раз. Поэтому здесь этим 93% стоит для себя внутренне, в первую очередь, дать ответ. А что лучше? 7 лет с надеждой, реальной надеждой, это немнимая какая-то там, немнимая фантазия, это реальная надежда сокращения этих сроков, возможно, там до 5 лет, возможно. Или же вторая чаша весов, то, что мы видим последние 2 недели. Полный вакуум, полное отсутствие любой альтернативы. Возможно, люди, некоторые начали из 93% уже это понимать. Возможно, некоторые это поймут еще через 2 недели. Возможно, кто-то никогда не поймет и для него лучше никогда не получить квартиру, чем через 7 с возможностью сокращения до 4-5 лет. Возможно. Относительно консервации, замечательный вопрос. Когда мы рассматривали графики, один из вопросов был в следующем. Почему практически по всем домам стоит одинаковая стоимость консервации дома? То, что вы спрашиваете. Ответ был следующий. Это макрографик, будет еще микрографик на 2 года. Каждый год будет подписываться график на горизонт 2 лет. Именно в этих графиках, согласно большому макрографику, будет заложена стоимость, должна была быть заложена, извините, более точная сумма. Суммы, необходимые на консервацию, определялись бы на основании переговоров с подрядчиком по консервации и на основании выводов НИИСК, который скажет, какие работы именно нужно производить. Поэтому вот эта точная сумма, она должна была быть определена все-таки в более детализированных графиках. Поэтому более, скажем так, полные средства столица готова была на это перекидывать, дирекция, на консервацию домов. Но указана эта сумма как ориентировочная в больших графиках. А все необходимые работы по консервации дома, уверяю вас, вот точно расчет был произвести. Более того, расчет был на то, что графики будут подписаны в августе, с продажи садиков и с начала строительства патриотики на зерах в сентябре получаем первое средство и уже там за сентябрь-октябрь производим работы по консервации, потому что технологически было озвучено, что можем производить исключительно до конца октября. Например, кровлю, потому что определенные температуры и были случаи, когда сделанная не по технологии процедура подлежала переделке полной. Вот. И сейчас, как это будет сейчас, я не знаю. Мы на сегодняшний день у нас уже 25-е, завтра 26-е августа, графики еще не подписаны. Непонятно, когда они будут подписаны. Если мы сейчас дотянем до октября, мы уже не раскачаем получение этих всех средств, мы говорим до марта месяца следующего года до свидания ситуации. Сидим в чатах, рассказываем, как все хорошо, плохо, поздравляем друг друга с Новым годом, с Рождеством и сидим до марта просто ждем. Категорически этого не хотелось бы, но это перед порогом этого мы стоим. А Эврика вообще стоит сейчас на пороге того, что будет никогда, не 8 лет. Уверяю вас, никогда. это не что-то вот какая-то там пугалка или что-то, не, ну нет. Вот та группа, вы же заметьте, они сейчас уже перестали заходить в чаты, вот Шевченко, она в группе 27-го пишет, когда она достроит дом, да, когда она готова достроить. Не, я уверен, не пишет, потому что нету варианта. Нету варианта. Я вас понял, просто вы как дирекция то есть совместно то есть уже организовываете, решаете. Я так понимаю, что с графиками были разные варианты обсуждения, но при этом какого-то консенсуса столица групп не хочет сейчас. Столица групп очень хочет консенсуса, и именно поэтому они были очень открыты к обсуждению этих графиков. Именно поэтому пришли к 8-ми годам, а не 11-ти. Ну, я не видел 11, поэтому могу не знать. Я видел графики, которые до 23-го года, то есть поверьте, сейчас бы не было этого коллапса, за остановки, за стройки. Там был 23-й год изначально предварительной графики до оглашения того, что не будет финансирование. Все, что я знаю, правильно? Когда огласили, что не будет финансирование, столица групп свои суммы рассчитала таким образом, чтобы кто-то Просто поймите, это не желание, вот почему-то все говорят, столица групп не хочет договориться. Да хочет, просто для этого денег нет. У меня нету 2 миллиарда гривен. И у столицы групп нету 2 миллиарда, и у вас, я думаю, тоже нету 2 миллиарда. Кто-то должен сгенерировать 2 миллиарда. Сгенерировать может только 10% третки на озерах, но они растянуты в периоде. Нужно либо сократить период, что тоже требует либо средств больше для параллельной застройки всех участков, либо кредитные средства, которые будут даны наперед и погашаться на протяжении всего периода. Но что-то из этого должно быть. И это не желание столицы групп вовсе. То есть все говорят, столица групп не хочет договориться. О чем? Ну, для того, чтобы договориться, нужно иметь какую-то переговорную позицию, основанную на чем-то. Во-первых, на чем основана наша переговорная позиция? Ну, сходили под столицу груд, ну, покричали, что я не хочу эти там слова все повторять, да, покричали плохие слова, обвинили в чем-то столицу. Чем закончилось? Мы видим, чем закончилось. Нам чем-то обязана столица? Она обязана положить сейчас свой весь бизнес, положить, извините, у них по Киеву очень много земли и очень большие горизонты развития компании. Они должны сейчас положить компанию из-за того, что кто-то раскачал чаты, из-за того, что 27-й дом Аверики проголосовали 93% против? Нет, они не будут это делать. Это многомиллиардный бизнес на много-много лет. Не будут. Это нужно понять. У нас не сильная переговорная позиция. После 26 августа прошлого года, завтра будет год, после принятия Национального банка этого решения. Мы вообще в статусе никто. это важно и нужно понять. Если кто-то еще, ну там, завод, это не успел осознать и пропустить через себя, это плохо. Вот на сегодняшний день мы ничем не отличаемся, чем-то отличаемся, но рискуем быть в той ситуации, когда ничем не будем отличаться от инвесторов, я не буду называть каких, но других недостроев, которые уже 15 лет не могут достроиться. Может быть, я приближуя, закончено. Может быть, в этом и причина. На ПНО коммуникации есть? На ПНО они магистрально подведены до территории ПНО, на самом ПНО нет. Понял. Сколько домов построено на ПНО? Построено? Ноль. Вот в том-то и причина, то есть очень много третьей и четвертой очереди просто недовольны тем, что у них по сравнению с ПНО, то есть уже есть готовые дома на 50-30-40%, но при этом они в самом конце запихнут. Только в этом причине. разница в том, что ПНО генерирует средства на себя, прибыль для столицы и на Эврику-патриотику. А Эврика генерирует только проблемы и минус по средствам. В этом проблема. Ну, нельзя. У них неравное положение. Понимаете? Я просто не понимаю. Вот вы объясните. Мы сейчас о чем говорим. У нас есть какой-то предмет обсуждать. Выбирать что? Понимаете, вот я понимаю, я понимаю ваш... Нет. Я понимаю вашу позицию. В 27-м, там еще в 28-м доме, вот дома, которые проголосовали таким путем, решили как бы так правильно сказать, решили подогретые определенным кругом лиц проголосовать против, потому что этот круг лиц утвердительно им сказал, что послушайте нас, все будет хорошо. Не... Сейчас я скажу плохо, не переживайте, да? Не переживайте, все будет замечательно. И за ними пошли люди. Пошли блефовать, пошли торговаться и пошли шантажировать. Пошли. Им показалось этой группе лиц без каких-либо вариантов других запасных, без запасных аэродромов. Они просто-напросто пошли до конца, они подумали, что там, дирекцию, столицу групп, они смогут продавить. Таким шантажом не получилось. Сейчас у них позиция следующая. Они спрятались. Вы думаете, спрятались они ну как бы от чего от людей? От того, что они сейчас боятся ответственности. У них нет вариантов, они не могут выйти, и я не понимаю, почему они не хотят сейчас честно сказать людям, не доводя ситуацию, не заводя еще глубже. Люди, извините, мы попробовали ситуацию вырулить максимум как могли, не получилось. Мы вот там за вас боролись, да пусть придумывают как хотят. Хотя на самом деле это и есть, что мы, извините, обделались. Мы попытались всех вокруг пошантажировать, не получилось. Получилась катастрофа для всех. И для патриотики тоже, и для половины еврики другой тоже. Сейчас никто не хочет выйти и честно сказать, вот сложилась такая ситуация, давайте как-то выруливать. Отставить в сторону шантаж. Все же опять пытаются рассказать, у нас нет юридических взаимоотношений застройщиков, нам не нравится 8 лет. Все не хотят до сих пор понять, что дальше переговоров не будет. Дальше переговоры возможны одни. Каким образом Абрика будет выходить из меморандума. Вот и все. Это правда жизни. Я бы категорически этого не хотел бы. Не потому, что у меня там инвестиции в Абрики. Нет, не потому. Не потому. А потому, что нас 6 тысяч человек, куча семей, куча детей, которых мне искренне жаль. Мне жаль тысяч людей, которые полтора года ходили, боролись за это и сейчас по такой человеческой глупости все это потерять. И ведь патриотика тоже протягивает сейчас руку помощи, говорит, да мы будем ходить с вами на митинги. Будем сейчас бороться дальше за это финансирование дополнительное. Мы будем. Зачем же вы хороните сейчас все вокруг? Взаимоотношения со столицей, взаимоотношения с патриотикой. Зачем? Не, я не про вас. Я не про вас. Так патриотика четыре года будет строиться. Нам сейчас надо будет ходить. Нам сейчас нужно будет ходить. Никто не будет ждать 28-го. Никто. быстрее и не только Эврика. Поверьте. Какая-то разница. Вы так не верите и так не верите. Поставьте подписи и не верьте. Сидите спокойно. Все нормально. У вас Причем тут попрощался? Надо не попрощаться. Не надо попрощаться. Надо наоборот сделать что-то, а не попрощаться. Ладно. Давайте да. Ну какая позиция? Ну хорошо. Скажите. Скажите честно. Скажите. Давайте что-то не это самое. Скажите без эмоций. Скажите вот сейчас на сегодняшний день в группе 27-го дома какая позиция? Ну то есть что люди пишут? Вот хорошо меморандума нету. Ненавистной там дирекции столицы групп актива нету на Эврике. Что делать? Можно я скажу? Можно я скажу? Как раз держу микрофон чтобы примерно на этот вопрос ответить. Я с 20-го дома и там основной аргумент против действий объединенного актива это что нет понимания откуда все-таки с 10% возьмутся деньги на достройку Эврики особенно хвоста. То есть как бы 10% понятно но с чего 10%? То есть сколько общих жилых площадей будет построено? То есть откуда такая цифра? Сколько это миллиардов гривен должно выработано? В графиках написано 4,2 миллиарда 4,2 миллиарда это дефицит? Нет это 10% Дефицит у нас 2,8 миллиарда строительный плюс 700 миллионов юридических рисков 3,517 3,517 общий дефицит это с учетом всех рисков это с учетом всех бед которые могут случиться долгов подрядчиков всем-всем а доходная часть 10% 4,2 миллиарда гривен Больше чем нужно Понял Смотрите 4,2 миллиарда 4,2 это 10% от всех жилых площадей патриотики на озера Я понял Да, я понимаю Но речь идет о том по крайней мере в Эврике по крайней мере в моем доме и многими людьми я не знаю может там процентаж не знаю но что Белую церковь нужно построить еще раз чтобы 4,2 миллиарда сгенерировать с 10% всех жилых площадей Я не знаю как это посчитали я просто пытаюсь объяснить позицию людей которые находятся в моем чате Я все чаты не читаю только мой чат 20-й дом Я возможно девушке отвечу на вопрос для чего мы это все сейчас обсуждаем для того чтобы другие люди которые до сих пор не могут определиться как-то определились быстрее потому что у нас ворс-мажорной ситуации удивляет понимаете обычная простая мне кажется самая простая логика человеческая в чем определяться мы что выбираем каких-то застройщиков о чем мы сейчас говорим у нас нет вариантов нет вы с какого дома нет 17-й 24-й у нас нет вариантов у вас в котором году у вас сдача да мне вообще все равно когда нам хотя бы что-то начнет в 24-м просто в нашем 20-м доме есть настроение что ее не будет никогда согласен мы здесь согласен с вами поэтому я и подписал поэтому я и подписал но я просто пытаюсь поговорить чтобы была информация от других людей эту ситуацию так люди вот лично я я не хочу там ну может быть я не права то что я услышала людей которые против подписи которые себя считают жертвами третья четвертая очередь они себя сейчас легли вот они жертвы за их счет сейчас все построят а они останутся в недострое и они думают что они сейчас этим вот как бы нашим большинством опять будут завоевывать вот этими всеми митингами снова вот тем кто люди эти жили все возле Аркады все это как-то каким-то путем решится вот я уверена они так думают понимаете они не думают что все сейчас действительно вот раз и навсегда ляжет и сравняется там через те 8 лет которые бы они уже заехали оно просто сравняется с землей ничего там а потом скажут ну вот так вот у нас в стране как всегда все плохие хорошо но я еще раз повторю что главный аргумент это что нужно построить еще раз белую церковь вы можете опровергнуть я сам с белой церкви но я не знаю честно к своему стыду там количество домов я утрирую это к своему стыду вы понимаете утрирую вы задайте вопрос тем людям которые это пишут как они так опровергните вы сейчас вы смотрите в камеру трансляцию ладно давайте давайте так без эмоций давайте без эмоций снижаем все градус опять снижаем все хорошо все замечательно по поводу белой церкви я не знаю там количество домов но на патриотике не ну вы же они тоже утрируют я думаю условно то есть не хватит они имеют 170 гектаров патриотики на озерах по поводу не хватит мы же уже ответили вроде бы там 4,2 миллиарда доходная часть с 10 процентов там 100 домов должно быть построено 100 домов на 176 около 100 домов порядок около 100 домов на 176 гектаров расчетно вот поэтому этих денег расчетно с головой хватает на то чтобы покрыть дефицит по патриотике по эврике и достроить эти комплексы с головой хватает поэтому ну как еще все хватит окей можно еще вопрос еще один еще один вопрос что вы считаете ну какое у вас мнение какая ваша позиция по отношению украденных к украденным деньгам ну то есть поливода что с ним почему возможно СГ может как-то своими связями своими юристами повлиять на ход дела по этим деньгам то есть это же тоже финансирование определенное у него есть какие-то активы юрист по-моему с патриотики с эко парка так с эко парка да вот этот юрист говорил что у поливода есть какой-то актив там 300 гектаров или что-то такое можно у него это все изъять но никто этим не занимается поливода на свободе смотрите то что сделал поливода это беда то что он обокрал фонды это 100% то что он виновен в этой ситуации и его большая часть вины гораздо больше чем кого-либо это тоже 100% по нему сейчас есть ряд уголовных производств куда мы призывали инвесторов тоже присоединиться в эти уголовные производства и инвесторы писали заявление о присоединении туда потерпевшими на сегодняшний день ведется расследование за которым мы следим но главную ставку актив поставил на то что нам надо как можно быстрее достроить дома получить деньги оттуда это очень дальняя перспектива и очень туманно приговор суда я уверен он когда-то получит получит но я не уверен учитывая что активов на нем как таковых нету что можно вернуть эти деньги на нем лично законом просто предусмотрено что деньги могут быть взысканы с обвиняемого осужденного точнее по кому уже есть приговор если это на ком-то из родственников и так далее это не подлежит конфискации в этом беда а на нем нету ничего тот актив 300 гектар о котором вы говорите там не 300 гектар там 60 гектар на 300 коттеджных домов в новой богдановке действительно они есть он конечный бенефициарный собственник компании которая обладает правом аренды на 50 лет этого земельного участка а не земельным участком и эта компания арестована корпоративные права этой компании арестованы он никоим образом не может проводить никакие действия по этой компании не может переуступать и так далее оно и так арестовано поэтому если по нему будет приговор эта компания будет конфискована корпоративные права у него вот и собственно говоря пойдет либо на погашение взысканных средств от гражданских позывачив истцов либо в доходы государства но это уже как будет складываться уголовное расследование и судебное разбирательство поэтому этот вопрос актив как бы не оставляет но понимаете бросать сейчас все силы на то направление где мы понимаем что достройка сидит не в этом направлении а вот есть другой понятный путь как нам можно достроить а поливодой будем заниматься параллельно вот мы выбрали вот эту тактику что для нас главное все-таки достроить людям дома чтобы все получили квартиры и параллельно конечно не забывать про историю с поливодой а вот вы как дирекция и как члена дирекции прикликать для того же звиток и живо король я не вижу да можливо каких там разумительных ответов мы не слышим но хотя бы это будет видно для тех кто сейчас вернее вернее вот она не может про звиток реально корон понимаете что я У нас тоже есть такая юридическая проблема, что дирекция с 10 числа прекратила свою деятельность. Да, вот этим протоколом действительно было визначено, что дирекция может собираться в випадках окремого скликания дирекции, чтобы кто-то проникновал скликание, но я не знаю, если будет скликаться дирекция для звита Шевченко щодо питания охороны. Да, это критично, я понимаю, давайте так розглянемо это вопрос, но давайте смоделюемо там ее ответ. Охорони немає, все равно, ну, тобто немає, навіть договір не укладено, належний договір. Ми чудово розуміємо, що вона скаже на дирекции, те же самое, що вона сказала в день непідписание графики, що ну, от охорону я не організовала, це не мое зобовязнение, як вона каже. Я не визнаю, що це мое зобовязнение, нехай забудовник організовую. Это же от нее зараз идет, то вона в чатах написала, що я не хочу охороняти, вона це написала. Ну, хочете, давайте зараз, от з вами разом поїдемо на Еврику, я вам покажу, що не охороняються. Ну, от Глина Яківна там проживає. Там, Глина Яківна, розкажіть за собак. Ну, мене вчора, от чесно, вразило. Там елементарно є собаки, на Евроці їх було багато, близько 15 собак. У нас є багато собак, і охорони, охоронники годували цих собак. Ми також підгодовували. І коли охорона пішла, яку отримала, спершу об'єднаний актив і зі всіма вами, потім отримувала вже останні місяці столиця груп, собак перестали годувати. Я годують тільки дві, які у нас в дворі живуть, а інші голодні бігають по території, вже загризли козу, бо в одного охоронниця була коза. Напали шістьох, загризли козу, ось, і зараз кидаються на перехожих, бо вони голодні. Я питаю, там дві людини, два охоронники на 20 гектарів. Я питаю, хлопці, ви готуєте? Ну, там, тих нєт, а от тих, ну, я говорю, цих не надо, цих я годую, тих, хто годую. І піймати їх не можна, і підійти, бо вони злі зараз, і люті, і це страшне, навіть собак не можуть отримати. І два поста біля четвертого будинку, і біля центральних ворот, щоб мені ворота відкривати і закривати, бо є інструкції студентських пропускають безпреп'ятственно. Тож він кричав, що я незаконний живу, тепер з'ясувалося все ж таки законно, і він мені ворота відкриває туди-сюде. Мені ворота відкривати не надо, ми це робили багато років без нього. Евріка дійсно не охороняється. Ми з чоловіком в неділю обійшли повністю по периметру, і вдоль, і в попірок. Ми не зустріли жодного патруля, жодної людини, хто ходив би, що й шукав. Дуже багато взломаних вже, як це називається, приміщення, де там вони, побутовки, субпідрядників, винесено все, що можна, паламано, викинуто. Багато вже марадьорства, ми це бачили і свіди цього марадьорства. Ось, але Голубнічий продовжує розказувати всім, що охорона є, і все хорошо. Немає охорони. Немає дві людини на 20 гектарів, це охорони немає. Я не знаю, що вони охороняють. Якщо з боку 20-х будинків, тут були хлопці, 20-й будинок, 27-й, там взагалі галяк. Взагалі туди ніхто не ходить. А є будинків вже навіть з рифтовими, там, де є обладнання, мотори, автоматика дуже дорога. І оце зараз, на сьогоднішній день, під загрозою. Немає охорони. Це неправда. Це стиль Голубнічого, набрихать. Чесне слово, там все є. Дуже прошу звертати увагу, якщо текст виходить від цієї людини, навіть не на 28 потрібно ділити, треба множити на 0. Він за своє життя, яке я знаю, 15 років, жодного разу правди не сказав. З першу напав на мого чоловіка, вже на третій день, коли почув, що ми подали заяву в міліцію, він вже бігав і вибачався, щоб ви розуміли. Голубнічий і правда це абсолютно деметральні протилежні речі. Вірити цій людині, ну, звісно, і іншим також. Ми сьогодні багато з ким говорили вже про це, що багато дуже брехні, яку ми вже втомилися спростовувати. Ну, багато. І, на жаль, хлопці, от які тут задавали питання, вони, а чого сказали, що, щоб згенерувати такі гроші, треба побудувати Білу Церкву. А чого не Нью-Йорк? Це наступна брехня, яка насаджується в підсвідомість такими брехунами, як Прохарєнка, Шевченка, Лумєй, Лук'янчук, Марченка, Голубнічий. Оце вся Шевченка, оце вся брехня насаджується на підсвідомість. І спеціально створюється такий великий фейк. Але цей фейк ось-ось лусне. Війну лусне, як бульбашка, забудовників нема, альтернативи нема. І, дійсно, багато сьогодні і Віталій говорила, і Інна говорила, що оця точка кипіння, вона ще не дійшла. Коли всі вже зрозуміють, нема кому більше добудовувати. Нема не бажаючих, не чергів, взагалі, можливостей. Нема можливостей поміняти забудовника. На це роки підуть, і всі, хто з Градоміра, це знають. Тому що ми міняли 3,5 роки на нового забудовника, коли Аркадзе з'явилися на нашому горизонті. Немає такого. І оцей фейк, бульбашка, лусне. От тоді ваша робота, і зараз вона дуже потрібна, вона знадобиться всім. Треба пояснювати і достукуватись до кожного. Обзванювати, писати, пояснювати, сперечати. Паслали, сходили, вірнулися і назад про це. Я так роблю, ви ж бачите, що повертаєшся з одним і тим самим питанням і пишеш, пишеш, пишеш. І вже багато в чатах людей, які підхватили цю інформацію і вже не суть, допомагають нас. Якщо нас буде більше, нам скоріше буде просто придавить. Придавить. По-іншому не можна. Їх треба просто давити цю брехню, щоб люди зрозуміли ху-юсь-ху. І велике сподівання, ми проводимо такі зустрічі, бачите, стоїмо тут разом з вами. Сподівання саме на вас, на людей, на тих, хто приходить. Ми розуміємо, що приходять якраз ті, які відчувають відповідальність, вірять в нас, йдуть за нами, довіряють свою долю. І ми вам також дуже дякуємо. Ми відчуваємо цю відповідальність, щоб ви розуміли. І ми дуже розраховуємо на цю допомогу. Тому що ми казали, нас 50. Нас всього 50. Тому що обсяг робіт такий, що коли ти починаєш щось зробити, розумієш, що вже сил немає, вже дві години ночі, вже на роботу пора вставати, а ти ще не лягав. І так пашить весь актив, щоб ви розуміли. Тому допомога потрібна кожного з вас. І от всіх, хто до мене сьогодні підійшов, окремо підходять, радяться, як це робити. Я кажу, радці, дзвоніть, пишіть, всім відповідаю, і в приват, і по телефону. Допомагати будемо, будемо думати, як злимати цю ситуацію. Створюйте паралельні чати. Не ми актив маємо це робити. От хтось прогресивний, ну, наприклад, де там той хлопець 20-го будинку. Створіть, 19-го, створіть свій чат. І переводьте туди людей, які позитивно налаштовані, які розуміють, що іншого шляху нема. Пояснюйте, доносьте цю інформацію, відбивайте кожну голову від цього стада, бо це ж неможливо. Так задурили людям, щоб молодий хлопець повірив, що не можна згенерувати, бо там територія, як Білий серкій. Уявляєте, наскільки примітивні, чим простіше, чим примітивні є брехня, тим скоріше люди в неї вірять. Треба боротися за кожну людину. І ця кожна людина буде приєднуватись треба більше і наближати нас до цієї перемоги. Ми маємо сьогодні захистити вже нашу столиці груп. Компанію, яка погодилась нам допомогти. Тому що наступного разу, коли воно туди являться і почнуть обливати брудом, нам просто скажуть до побачення. І ніхто не нам скаже, меморандум, я всім про це говорю, я передивилася багато разів цей ролик, призупинено. Не закрито, не викинуто, а призупинено. Пам'ятаєте, що це значить? Це значить, нам дали час на роздум, щоб ми об'єдналися, щоб ми довели, що ми єдина команда, така, як на патріотіки. Три дні вони же 160 тисяч на охорону зібрали. Три дні патріотіка вже захищена. А у нас два тижні собаки голодні, голоднічі і вишаєвають. Ворота позаварював, і він вважає, що це охорона. Уже заварені, протиопожарної охорони, ще про це не знаю, але він всі ворота заварив. Вони були заварені, але він заварив зараз мої, центральні, там де я ходжу. Тому оця боротьба, для мене, взагалі дивна боротьба. Незрозуміло, за що вони там борються. Незрозуміло, що вони будуть показувати людям, тому що показати нема що. Прикривалися забудовникам? Нема. Прикривалися трьома роками? Нема. Уже куча роліків скинуто, що вони обговорюють питання примусових роліків. Конфіскації квартир. Якою Тетяні Дмитрівні про це не написала, она мені, говорить, не трогай мені, дура, я сама умна, і школу напевно закінчила. Ну, добре, не буду я й нічого пояснювати. Але цікаво побачити цю Тетяну Дмитрівну і подивитися, що вона на це скаже, коли до неї прийдуть за цими 4,7 тисяч гривень за квадратний метр. Нічого нового не дали, нічого не розповіли і не зможуть. Вони зараз посилаються на університет, не випадково Ірина задавала це питання, тому що це чати сьогодні дуже активно обговорюють. Але Віталій вже відповів на це питання. КНУ на стороні столиці груп. Туди дорога їм закрита. Ректор не буде з ними спілкуватися. Що вони завтра людям скажуть? А нічого. Нема про що говорити. Тому сподівання тільки на вас. І ми, власне, сьогодні зібралися. Мій цікаво, хтось, третя, четверта черга Еврики в чаті є? Хтось залишився тут? Ні-ні, я маю на увазі, я робила нічну таку розсилку посту і запрошувала на цю зустріч. Хтось мій пост отримував з тих? Ні-ні. Бо всю нічну розсилала і мені вдалося 260 приватів розіслати, але, на жаль, Вайбер мене заблокував. І я досі не можу зараз вийти навіть відповідати в інших чатах, на жаль. Але я зараз роблю зовсім іншу роботу. Але я дуже сподіваюся, що ті, хто сьогодні був, зможуть потрохи вицарапувати по одній людинці, до себе, до себе гуртуватися, доносити цю інформацію, доносити, достукиватися до людей. Тому що людина від природи має користуватися тим, що ми маємо в голові. І навіть пропаганду можна вибивати. Важко. Але потрібно, можна і потрібно це робити. Ми маємо боротися за Єврику, але Єврика – це люди. Навіть такі агресивні, навіть такі неприємні, навіть такі хамовиті, навіть такі недалекі, на жаль, які не хочуть аналізувати самостійно, питають, а звідки, а що, а як. Багато людей розбираються самостійно. Я познайомилася з 27-го будинку. Галина, моя тіска, запам'ятала, 70 років людині, вона старша мене. Вона розібралася всьому, графіки по косточкам. Вона знала, де фінансування, який будинок. До пам'яті кажу, а звідки ви це знаєте? Вона говорит, а я бухгалтер, сіла і розібралася. Якщо людина хоче, вона може сісти і розібратися, аби було бажання. Тому дякуємо вам дуже великі, що ви з нами, що ви прийшли, що ви нас підтримуєте. І дуже сподіваємось на вашу допомогу в наступних кроках. Вона нам дуже важлива. Будуватися нам вісім років. І йти нам пліч-опліч. І будувати і третю, і четверту чергу. Ніхто їх не кине, це неправда. Це їм вбили голови оці Голубнічі, Прохарєнки, Шевченки. Ніхто вас не кине. Ви думаєте, я буду далі жити в своєму будинку і дивитись на ваші обрубки? Ви таке взагалі уявляєте? Чи Щербаков буде їздить до мамі в гості, в сусідній, в другий будинок, і буде згордо подняти головою, проходіть міма? Як це ви уявляєте? Що стільки боремося, скільки сил на це поклали, і заплющимо очі на людей з третьої, четвертої черги? Це неправда, і такого не буде. Але і ви маєте довіряти, і вірити в це, і за собою вести, щоб нам трошечки було легше. Чесно, важко. Дякую вам. Дякую.